Добрый день! Сегодня нас выступает Людмила Беккер и тема выступления на перекрестке двух искусств – музыка и архитектура. Пожалуйста, Людмила. Так, я включу сейчас презентацию. И понятное явление. Перед вами два выдающихся художника – композитор Александр Николаевич Скрябин и советский русский архитектор XX века Леонид Николаевич Павлов. Что объединяет этих, казалось бы, совершенно живущих в разное время композитора и художника? Оказалось, что их объединяет интерес к тому, что выходит за рамки их профессии. Скрябин заинтересовался объединением визуального образа, в частности, света и красок. А архитектор Леонид Николаевич Павлов в 1966 году решил провести такой эксперимент и собственные проекты архитектурные превратил в живописные полотна. Ну, для меня некая такая еще дополнительная мистика, что Скрябин приехал в Москву из Швейцарии. В первый раз, ну, вначале он приехал только посмотреть, так осмотреться. А уже в 2010 он вернулся окончательно. Так вот, в 1909 году родился Леонид Николаевич Павлов. И вот какое-то такое вот совпадение времени и вот интерес, как бы выхода за пределы профессии в другое искусство и провести вот такой эксперимент, это для меня было несколько такое завораживающее явление. Сейчас вот посмотрим на палитру сначала композитора Скрябина, а потом проследим за палитрой на шести живописных полотнах архитектора Леонида Николаевича Павлова. Вот, что собой представляла идея Скрябина в то время, когда он жил. Естественно, никаких технологий, чтобы реализовать вот эту идею, у него не было. У него была только идея, был замысел. И воплотилась-то эта идея только в 21 веке. Я, естественно, вот здесь вот разница между изобразительным, визуальным искусством и музыкальным. Значит, на музыкальном надо потратить время, поскольку оно живет в продолжительном времени. А визуальное искусство вы можете посмотреть сразу, одновременно. Поэтому, поскольку у меня время ограничено, я вам все расскажу и рекомендую на YouTube. Это все имеется в различных исполнениях сегодня. Это очень интересно сделано и зрительно, и музыкально. Вот этот замысел симфонии Прометей, поэмы Огня Скрябина, который вот он и задумал, чтобы это было одновременно звучание музыки и сопровождалось на экране определенными красками. Вот такая палитра была у Скрябина. Значит, это было кольцо таких лампочек разноцветных. И кольцо – это тоже был замысел, что он вообще был человеком идей, то есть был идеалистом. Поэтому у него все рождалось из идеи. Сначала идея, потом материя, а потом материя снова возвращается в дух. Вот такая была идеология. Это тоже сближало в моем представлении и саму идею, которую реализовал Скрябин, и то, что сделано из шести полотнах архитектор Павлов. Значит, палитра такая. Вот вы видите, из всех цветов выбраны четыре лампочки синие. То есть синий у него один из самых сильных цветов света, который обладает энергией огня. Напротив синего цвета у него, значит, горит вот эта багрово-красная, которая уже непосредственно образ пламени, окруженный лиловым цветом. И как контрастами у него служат желтый, но белый как вообще свет как таковой, и одна всего лампочка зеленая. То есть эти цвета для контраста самых действующих цветов. Это лиловый их четыре, синий их четыре и одна непосредственно символизирующая пламя. Дальше мы посмотрим, как эти цвета изображены. Это палитра в творчестве уже архитектора Павлова. Я подробно о всей этой идеологии расскажу уже в самом докладе. Я просто хочу, это очень сложно, если я буду говорить и смотреть, вы не сможете это одновременно достаточно хорошо пережить. Поэтому я решила сначала, чтобы вы хорошо посмотрели, и чтобы вам было ясно, о чем я буду дальше рассказывать. Потому что это будет одновременно музыка и живопись. Значит, вот я их поставила в том порядке, как я вот интерпретирую эту связь между поэмой «Огня» Скрябина и шестью полотнами. Значит, прежде всего, они были написаны, поскольку в одно время, то я их рассматриваю как единое целое такого многочастной композиции. То есть вот здесь вот как бы это все объединено в единое целое, но их шесть частей, переходящих одна в другую. Если вот просто посмотреть на эти картины, то узнать сами реальные объекты нереально. Они совершенно не похожи на свои, так сказать, реальные уже конкретные здания. Это только образы, на что, в общем-то, и указывал Павлов, что это искусство, это прежде всего образ, а не реальность. А это то, что представляет воображение художник. Значит, вот это здание – это экономико-математический институт московский. Оно изображено цветами. Значит, вот видите синий цвет. Внизу цвет пламени, вот эти языки пламени, они охватывают здание снизу. Вот это единственное, вот этот багрово-красный цвет. И оценяющие. Естественно, на картине, чтобы это было свечение, вот он добавлял вот этот белый цвет, который и формировал вот такую иллюзию свечения здания. И очень важно тоже здесь обратить внимание, что форма здесь использована трех квадратов, так говоря, условно. Значит, вот большой квадрат – это основное здание. Значит, для контраста уже среднего размера квадрат белый и маленький квадрат черный. Вот здесь, уже на первой самой картине, можно сказать, вот такие ассоциации у зрителей могут вызвать. Вот они могут быть совершенно различные. Зависит от опыта, знаний и вообще какой-то даже философии самого зрителя, вот чего он придерживается. Я, например, вижу в квадрате как символ классицизма, некий такой идеальный образец. Потому что, как музыкант, вот в классической музыке квадрат является как бы той основной архитектоникой, на которой строится форма музыкального произведения. Поэтому я воспринимаю квадрат как вот символ классицизма. Но это еще не все. Я дальше расскажу, как вот это вот все происходит, эта связь в пространстве и во времени. Вторая картина – это здание Гасплана. И вот здесь вот очень интересно, что вот эти каменные треугольники, которые существуют в реальной жизни на этом здании, они здесь окрашены паловым в красный цвет, в этот багровый пламени. И сам даже вот этот треугольник, он в какой-то степени напоминает язык пламени. И вот здесь можно просмотреть вот это движение пламени в нижней части этого здания, которое как бы продолжается сквозь свечение здания Гасплана языками в нижней части здания. Третья картина – это монумент на Плайо Херон на Кубе. Это вообще было сказано самим Павловым о том, что вот эти пирамиды тоже здесь, обратите внимание, красного и лилового цвета на фоне светящегося синего. Так вот Павлов, значит, когда реализовывал этот план, он хотел создать иллюзию, что верхушки этих пирамид раскачиваются. То есть это уже слова, я цитирую самого Павлова, что он хотел, чтобы вот этот монумент выглядел таким образом, будто эти верхушки пирамид, они раскачиваются или даже вращаются в воздухе. Какое-то вот, чтобы было влияние совместного движения камня и, значит, ощущений воздушности. Это тоже, естественно, у меня вызвало ассоциации с языками пламени, только теперь оно уже устремляется, естественно, вверх. Четвертая картина – это генеральный план города Долгопрудного. Глядя на эту картину, конечно, трудно себе представить, что это план города, потому что вот здесь такие образы осуществил Павлов, которые просто поражают воображение. Значит, вот если вы посмотрите в центр, вот здесь вот буквально в центре этого пламени три языка пламени – багрово-красного цвета. Лиловый цвет – это как сполохи этого пламени, уходящие там, светящиеся. А синий цвет, как вот один из важнейших элементов, которые я видела у Стрябина, он здесь постепенно вводит, как некий такой контраст, появляется зеленый со смешанным тоном желтого. Дальше вот пятая часть – это генплан центра Москвы. Это тоже модель города, радиально-кольцевая. Это такая механическая модель города, по которой был построен город Москва. Значит, вот как он видит изображение, образа этого плана? Он ставит пламя, вот этот багрово-красный язык пламени, прямо в центр. Вот здесь какая-то даже есть духовная часть, так сказать, интерпретации образа, потому что здесь еще такой пунктирный и крест стоит. Вообще-то Леонид Николаевич был и Стрябин, вот их еще объединила некая духовность. Не в плане такой вот сколастической религии, а вот такой какой-то высокодуховной веры во что-то высшее, какое-то высокодуховное ощущение вообще самого человека и окружающего мира. И вот здесь вот это пламя, стоящее в центре, прямо на пересечении вот этого пунктирного креста, это тоже очень возбуждает воображение, вот слышишь вот эту музыку, движущуюся к финалу у Стрябина. Ну и последнюю картину я поставила, шестою, это вычислительный центр в городе Иванове. И здесь вот интересно, он уже синего вообще нет, то есть пламя уже постепенно как бы исчезает. Вот здесь немножко я, сейчас объясню, почему я эту картину поставила последнюю. Вот здесь вот в левом углу стоит квадрат. И вот этот квадрат, он с точки зрения, так сказать, формы всей произведения, он как бы арочный. Он создает такое представление асимметрии. Вот здесь, значит, этот маленький квадрат стоит в правом углу, а на этой картине он стоит в левом. Вот как бы уравновешивая всю форму в целом этого образа, вот этих шести архитектурных объектов, которые превратились в шесть живописных полотен. Ну, поскольку я должна дать, безусловно, вам и визуальное представление, как эта цветковая дама реализовывалась у Скрябина. Поскольку если мы картины можем посмотреть, как я сказала сразу, то музыку это надо 25 минут слушать. Вот, но зато вам будет просто гораздо приятнее ее слушать, и вы больше сможете получить от нее удовольствие и впечатление, зная вот все, что я вам сегодня расскажу. Значит, для того, чтобы реализовать вот это совместное звучание красок и света, ему нужны были другие совершенно гармонии, которые бы ассоциировались вот с этими цветами красок. И вот Скрябин в этом плане, я потом позднее все это опишу, уже в описательной части моей лекции, он создал совершенно новую последовательность звуков. Ну, как мы все знаем, там вот существуют мажор и минор. Это уже как бы не соответствует этой идее, и Скрябин пошел по пути совершенно другому. Он создал другой последовательность звука, из которых можно было выстроить другие гармонии. Гармония – это, собственно, сочетание звуков, которые входят в ту или иную тональность. Если мы будем говорить о слове «тональность», вот я их опять же возвращаю, то эти шесть картин, они тоже имеют тональность. И вот эти тональности, которые ассоциируются с гармониями у Скрябина, они, безусловно, также гармонируют и с тональностью картин, и также и красок у Павлова. Опять же, я еще раз обращаю это внимание, это не абсолютная идея, это мое личное ощущение, которое было утверждено. Я это выступала, и это было принято как версия, как интерпретация. Значит, вот этот аккорд, так называемый Прометей, поскольку вот эта симфония называлась Прометей, поэма «Огня», то этот аккорд получил впоследствии название Прометей. Он состоит из шести звуков, невероятно по краске, очень напряженный, очень диссонирующий. И это такая вот вертикаль, которая и создает вот это ощущение напряжения, силы, воли, энергии, в общем, вот такого вот ощущения, которое испытал Скрябин. Вот все, что я сейчас вот вам пока рассказала, это идеи уже, так сказать, 20 века. Но вот самое интересное, что если мы прослеживаем эти идеи, то люди, которые, допустим, не имеют опыта или знаний в этой области, им кажется, что вот сейчас произошла какая-то необычайная революция, кто-то что-то вообще отменил и что-то совершенно новое сочинил. На самом деле эти идеи, они всегда существовали во времени и в пространстве. Единственное, что должны были появиться какие-то выдающиеся художники, которые могли эти идеи реализовать уже в какое-то другое время, на каком-то другом историческом уровне. Так вот, реализация архитектурных образов музыки была еще у Модеста Мусоргского в картинках с выставки, когда он посетил выставку своего друга-художника Виктора Гартмана. И вот образы архитектуры вдохновили композитора на создание этого произведения. Вот я эти рисунки специально для вас подготовила, которые можно было показать, вот эти богатырские киевские ворота, которые финальная пьеса этого цикла. Дальше теперь будем говорить о пламени, что вот Скрябин создал в 20 веке новую симфоническую поэму, такую революционную поэму «Огня». Но поэма «Огня» тоже эта идея, она имеет очень далекие древние корни. Если мы посмотрим на готические соборы XV-XVI веков, то мы увидим эстетику, так называемую, по-русски это называется, пламенеющая готика, а по-французски это фламбаян, поскольку в основном вот эта стилистика использовалась именно во французских кафедральных соборах. И вот я вам здесь вот хочу показать, как эстетика «Огня» реализовывалась в этих храмах. Вот, во-первых, эти витражные окна, которые, именно если мы посмотрим, здесь доминирует синий цвет, как и у Скрябина, и есть вот эта энергетика красного цвета, и образ пламени совершенно ощущается, когда мы смотрим на эти витражные цветки. Более того, орнамент частей соборов тоже имел вот эти вот элементы, которые напоминали языки пламени, как я вам показывала на пирамидах у Павлова. Вот если вы посмотрите на это окно, то здесь совершенно отчетливо можно посмотреть вот эти образы пламени в архитектуре, которые вот уже существовали в это время. Если говорить об аккордах, созданных Скрябином на совершенно новом звукоряде, состоящем из необычного порядка звуков и создающих такую очень эмоциональную, напряженную атмосферу во время слушания ее звучания, то здесь мы увидим аналогичную картину. Поскольку здесь происходят вот такие же ощущения, как все это двигается вот тоже вверх, и каждая горизонтальная вот линия, она, в общем-то, воспринимается как движение вертикальное. То есть мы можем разглядывать каждую горизонтальную часть этого собора, допустим, внизу колонны, потом идут арки, да, а потом все это движется к куполу вверх, тоже напоминая движение пламени. Более того, здесь изображены, значит, вот мы видим на три горизонтальные уровня, в нижнем меньшее это витражное окно, потом идут маленькие арки с витражами, и наверху большой цветок. Значит, мы воспринимаем их и горизонтально, как каждая в отдельности, что называется, и также мы видим их вертикальное, вот тот самый аккорд напряженный, когда мы их видим одновременно снизу вверх. Поэтому вот эти ощущения, когда мы разглядываем каждую линию в отдельности, а потом воспринимаем единое целое, оно аналогично и музыке. Вот в музыке, вот эти все, сейчас я вам покажу, как это выглядит. Значит, вот знаменитая, тут вот я нашла элемент, фрагмент из страстей по Матфею Иоганну Себастьяна Баха, вот это знаменитые страсти, которые Мендельсон оживил после длительного периода молчания, она не была исполнена. Вот этот кусочек. Значит, в чем заключается вот эта аналогия, этот перекресток двух искусств? То то же самое, что происходит в готических храмах, когда много горизонтальных линий, каждая имеющая какое-то свое индивидуальное звучание, вот я двигаюсь трек, вот эта каждая линия – это голос. Каждая линия имеет свою какую-то ритмическую линию, имеет свою мелодическую линию. Но все вместе, когда они звучат, мы слышим вот эту вертикаль, которая вот и в соборах, и дальше в картинах. То есть есть восприятие и каждой индивидуальной линии и ее одновременное звучание вертикально. Ну, вот здесь вот напрашивается тот вывод в результате, что город, он реализует во времени и пространстве те творческие идеи, которые вот требуют достаточно много времени. И так вот это то, что называется генетика города. То есть какие-то элементы прошлого, они реализуются на каком-то другом историческом уровне и времени, какие-то новые идеи. Но на самом деле это продолжение, это развитие уже существующих идей. И еще один я бы хотела такой архитектурный, как в конце, образ на эту тему – это здание Сецессиен в Вене, которое было до, еще с Хрябином построено, в 1902 году архитектором австрийским Иосифом Ойбрихом, а внутри его расписал фризом художник Густав Клинт. Я специально выбрала тот или иначе, этот большой фриз был по всей стене, по всей стене здания он был установлен. Я выбрала кусок, который как бы вам ясно продемонстрирует, как и музыка здесь участвует. Значит, фриз был посвящен Бетховену, там же был установлен памятник Бетховена внутри. И весь фриз посвящен Бетховену. И в частности, Девятой симфонии, финал которой – это Ода к радости Шиллера. И вот этот фрагмент Клинта как раз изображает поющий хор финальной части Девятой симфонии Бетховена. Вот здесь уже переслезы даже трех искусств. Мы видим и архитектуру. И обратите внимание, здесь тоже эти же элементы, квадраты, симметрия. И вот несмотря на то, что это был большой скандал, и люди считали, что это что-то ужасное, это какая-то вообще там безумная идея, на самом деле это новое восприятие совершенно известных образов, таких, которые в классике абсолютно были приемлемы и привычны. Просто они выглядели уже в другом времени непривычно. И вот таким образом прослеживается и связь музыки с архитектурой, и в частности и с живописью, поскольку они как бы взаимообращаются, оба искусства визуальны. Следующий момент, который я должна вам показать, чтобы вам было ясно, это ритм является метафорой и для музыки, и для архитектуры. Без архитектуры записать вот такое произведение, как «Страсти по Матфею», то есть полифоническое, состоящее из многих голосов, где каждая линия имеет свою собственную ритмическую линию. Без архитектуры музыканты это записать, такой практики у них не было. Надо было найти какую-то форму, которая бы дала такую возможность музыкантам реализовать. И вот ритм стал той самой формой, которая помогла музыкантам создать то, что мы сегодня все знаем, как вот эти целая нота, половинная нота, четвертная нота, и восьмая и так далее. Вот откуда всё это пришло. Значит, вот бостонский известный храм напротив симфони холл, храм Христа, когда был построен здесь смешение, здесь есть и романский стиль, здесь есть и неокласситизм. Но я выберу те элементы, которые для ритма. Значит, вот повторяются колонны. Вот это и есть ритм. Значит, повторяющийся элемент здания, он является ритмическим. Если расстояние между повторяющимися элементами большое, то это ассоциируется с медленным, величественным каким-то движением. То есть чем шире это расстояние, тем замедленнее. То есть нам приходится дольше идти от одной. Вот здесь абсолютно простая мысль о том, что если расстояние между колоннами шире, иначе мы дольше будем идти от одной колонны к другой. И вот это вот ощущение движения наше от одной колонны к другой, оно и является символом того, что этот темп медленный. Но если, скажем, вот здесь в верхней части купола идут арки на очень близком расстоянии, то есть движение от одной арки к другой определяется маленьким расстоянием, то ритм ускоряется, и движение быстрее. То есть, опять же, если мы будем идти пешком от одной этой арки к другой, то мы почувствуем разницу, как медленно мы дошли от этой колонны до этой колонны, и как быстро от одной арки до другой. И вот этот режим композиторы, эти пропорции ритмической архитектуры, композиторы использовали для создания ритмической записи в музыке. И вот эта пропорция один к двум, она вот была принята. Теперь, чтобы легко представить себе, что это такое, это вот обыкновенная миллиметровка. Если мы посмотрим на обыкновенную миллиметровку, то мы увидим вот этот очерченный яркий квадрат, который принят за целое. Если этот квадрат разделить пополам вертикально и горизонтально, то мы получим вот эти четверти. И если мы будем делить опять горизонтально и вертикально на эти, каждый из этих квадратика, вот так, и все это будут меньше и меньше и длительности. Вот таким образом в музыку было, значит, вот адаптировано пропорции, которые использовали архитекторы. Но если посмотреть еще дальше вглубь веков, то мы увидим, что вот эти квадраты – это космическая модель города, которая вот и представляла собой вертикальные и горизонтальные линии, делящие город на квадраты. Это город Нью-Йорк в Америке. Это, так сказать, самая классическая, самая древняя форма. То есть вот здесь мы на протяжении вот всего моего рассказа мы прошли огромный исторический путь времен, сквозь которые одни и те же идеи получали совершенно новый образ и новое свое понимание. Но поскольку мы уже с вами находимся в городе, то здесь я хочу вам показать тоже очень интересный момент. Значит, вот появление транспорта в городе. Значит, вот развитие города необходимо для развития искусства. Если город развивается, значит, для искусства есть больше пространства, больше театров, больше концертных, залов. Все возможные какие-то и уличные представления. То есть развитие города, оно необходимо для развития искусства. И вот в Париже в 19 веке появился амнибус. Они заказали вот такие белого цвета амнибусы, которые, значит, перемещали людей из одной части города в другую часть. И вот оперный театр решил, что зачем им зря просто так переезжать, пусть они лучше еще и узнают, какие спектакли есть в театре. И вот известная опера в то время, называлась она «Белая дама». И оперный театр разместил на стенах этого амнибуса отрывки сцены из этой оперы. И, значит, пассажиры могли одновременно ознакомиться, что здесь изображено на стенах этого амнибуса. Но более того, амнибус они еще по мере своего движения, они там трубили в трублю, чтобы люди раступились, давали дорогу. Значит, они еще издавали множество звуков. И по этому прохожие тоже имели возможность за это время познакомиться с тем, что изображено на амнибусе. И вот таким вот молодым человеком, очень талантливым, как оказалось, композитором-пианистом, был Шарь Валентан Алькан. Он, прогуливаясь по Парижу, тоже видел эти амнибусы. И вот в возрасте 16 лет сочинил великолепную пьесу, которая так и называется «Амнибусы». Вот. Так что вот это у меня визуальная часть на этом заканчивается. И я надеюсь, что вторая часть будет вам легче. Потому что я буду переходить тоже от музыки к архитектуре и так далее. Так, вот это у меня. Хочу увидеться. Все хорошо видно, да? Ну, хорошо, все отлично. Итак. Так мы с вами уже вот остановились на том, что произведение искусства, как мы видим, в отличие от науки, невозможно объяснить. Его можно только рассказать. В этом свойстве и заключается магия искусства. Замечательный композитор и дирижер Леонард Бернстайн, он в одной из своих лекций привел блестящий пример на эту тему. Наука может объяснить такое явление природы, как гроза. Но как объяснить и измерить параметры чувства страха или восторга, который испытывает во время грозы человек? В основе искусства всегда лежит образ, и в этом смысле он заменяет природу. Искусство едино. Скульпра воплощает образ в камни, поэт воспевает в стихах, композитор использует музыкальные средства, выраженные через звуки. А художник переносит звуки музыки посредством красок на полотно. При всем этом, каждое искусство в отдельности сохраняет свои индивидуальные свойства, и все они вместе взаимодействуют между собой. Музыкальное искусство экстремально абстрактно. Визуальное изображение или словесное описание образа помогает музыканту воплощение этого образа в звук. Поначалу музыка проникла в поэзию посредством метафор. Вся великая поэзия буквально наполнена музыкальными определениями, начиная еще с первой книги Библии. А поэтические интонации прекрасно воплощались бессловесно в музыке. По мере развития музыкального языка композиторы ставили перед исполнителями все более сложные задачи, для выполнения которых требовались высококачественные музыкальные инструменты. Благодаря акустическим качествам музыкальных инструментов увеличиваются возможности средств выразительности в реализации разнообразных художественных образов. И вот к началу XX века взаимодействие искусства и технологий произвели на свет идею слияния визуального образа со звуковым. И первым композитором, который в партитуру музыкального сочинения внес специальную нотную строчку. Она называлась «Лючи», то есть «Свет». Это был Александр Скрябин. В 1910 году он возвращается в Москву из-за границы и сочиняет симфонию под названием «Прометей» поэма «Огня». Согласно партитуре, произведение требовало световую клавиатуру, которая в то время не только не существовала, но и самому композитору представлялась довольно приблизительно. Скрябин написал о своей поэме «Огня» так. «Прометей – это активная энергия Вселенной, творческий принцип, это огонь, свет, жизнь, борьба, усилие, мысль». Свет и звуковой гармонический строй соответствовал смене музыкальных образов и по замыслу композитора усиливал эмоциональное восприятие музыки у слушателей. Светозвуковая гамма Скрябина, она вот сейчас известна как синестезия. Синестезия – это не заболевание, это обостренное восприятие музыкантов, у которых, как правило, абсолютный слух. Не все, конечно, музыканты обладают синестезией, но она присутствует в основном у людей, естественно, музыки, которые воспринимают звуки не только идеально по их высоте, но еще и чувствуют краски. Кстати, изучался этот феномен, и оказалось, что это не одна синестезия существует, а у людей разные эти краски. То есть какие-то люди видят одни краски через звучание музыки, звучание аккордов, звучание гармоний, а у других – это другие ассоциации. Также какие-то тональности, скажем, по разной высоте, до мажора у них один цвет, допустим, у Прокофьев считал, что это белый цвет, у Римских Корсаков также обладал синестезией, но у него была другая, у него не совпадало. Сравнили синестезию Римского Корсака с синестезией Скрябина, они не совпали. Какие-то цвета совпали, а, скажем, Римский Корсаков имел оранжевый цвет, а вот у Скрябина оранжевого цвета не было. Поэтому вот синестезия Скрябина – это лиловый, потом погружение в синий, затем багрово-красный и возвращение в лиловые и синие тона. Вот на тот период времени этот замысел технически не мог быть осуществлен, но воображением композитора можно, конечно, только восхищаться, потому что он оказал огромное влияние на будущее. И уже до XXI века светозвуковая система стала вообще обычным явлением. Правда, в других жанрах. Вот в классической музыке она в результате не пережилась, потому что всё-таки музыка требует, чтобы больше концентрация была на звук и чтобы ничто не отвлекало. Но это, так сказать, уже проверка времени, как я уже сказала. Вот любая идея творческая, она осуществляется в пространстве и во времени. Леонид Миколаевич Павлов, о котором я вам уже рассказывала, он называл музыкальный образ основополагающим для художника. Вот можете себе представить. Читая его рукописи, а вот у меня вот такая вот есть книга. Вот это самое здание экономико-вычислительного центра. Она вся из квадратиков состоит. Вот такая вот эта книжка, в которой он расписал всё, что он хотел сказать. Она была издана относительно недавно, где-то в 2019 году. Это было уже 110 лет со дня его рождения. И, значит, вот он всё время пользовался именно музыкальной терминологией. Очень любил классическую музыку и поэтому считал, что музыкальный образ – это основополагающий для него был. И музыкальность его мышления нагладно вот воплотилась в тех картинах, очень ярких по цвету, эмоциональных по содержанию и воздействию. Все эти картины были написаны в очень короткий срок, одна за другой в 1966 году. Вот откуда возникло желание у архитектора выразить себя в живопись? Он никогда до этого живописью не занимался. И вот, как пишет историк архитектуры, который был с ним очень близко знаком, что, значит, в 1962 году вышла книга Кузнецова и Эйнштейн, о которой как раз говорил Евгений Веркович. И Кузнецов в этой книге, значит, обратил внимание читателей на отношение Эйнштейна к архитектуре как инструментальному восприятию музыки. О связях музыки, архитектуры и научного мышления, высказываниях и наблюдениях Эйнштейна Леонид Николаевич узнал именно из этой книги. Разница только заключается в том, что сегодня мы можем это проверить, говорил Эйнштейн это или нет. И вот оказалось, что эти высказы принадлежали самому Кузнецову, а Эйнштейн воспринимал музыку совершенно иным образом. Вообще был человек очень привязанный к музыке, не упускал ни одной возможности. Я даже прочитала очень интересный эпизод, когда он встретился с выдающимся американским архитектором Райтом, тот пригласил его к себе домой. Он не знал, что он архитектор даже. Вот он познакомился с человеком, но, оказывается, не знал, что он архитектор. Но он играл на рояле Райта. На что Эйнштейн сказал, что если вы играете на рояле, я сейчас побегу и принесу скрипку, чтобы играть. Только вот нет, подождите, не надо, не надо. Я хочу с вами поговорить как раз о другом. То есть вот это вот очень интересно, вот это совмещение музыкального мышления у людей, которые не профессиональные музыканты. Это накладывает, безусловно, отпечаток на их восприятие и фактически даже в их уже конкретно профессиональной работе. Вот этот же историк архитектуры Юрий Волчок, он пишет, что вот он считает, что цикл картин Павлова можно рассматривать как одно из направлений развития аналитического искусства. Собственно, на меня и повлияло, вот мне подарили вот это все, это у нас материалы все есть. К столетию со дня рождения Павлова была выставка, и вот такие вот брошюры, где вот все о нем, кто его знал, написали. То есть Павлов умер в 1990 году, а юбилей уже был без него, этот столетний. И таким образом вот то, что сказал Волчок, для меня тоже вот это, в общем, это было, потому что он его знал очень хорошо и был свидетелем, когда эти картины писались. Поэтому я на себя взяла смелость тоже, значит, придерживаться того, что это все-таки что-то единое, что-то целое. Единственное, что здесь моя интерпретация, что я их представила себе материализованной визуальной музыкой Прометея Скрябин. Архитектурные образы музыки композитора воплотились в живописные полотна архитектора-художника. И если, возможно, увидеть светозвуковые формы, слушая музыку Скрябина, то можно и услышать музыку, созерцая Павлова. Вот это очень интересно, вот если действительно понять вот эти картины именно через слушание музыки. И в этом синтезе, собственно, и заключается величие искусства. Синтез из различных видов искусства может воплощаться в самых различных его формах. Глубокое эмоциональное воздействие на слушателя или зрителя является главной целью художника, композитора или исполнителя. И эта концепция невероятным образом сближает великих мастеров музыки и архитектуры, но и также других видов искусства. Поэтому шесть этих полотен воспринимаются последовательным эмоциональным синтезом, художественным воплощением различных архитектурных образов, объединенных в симфонию посредством прометеевых красок. Как я объяснила, почему я эти краски назвала прометеевыми, вот по той самой аналогии. Их гармония, созвучие, экспрессивны в той же мере, как и прометеевы гармонии с грядом. Каждое из полотен Павлова представляет собой написанный маслом конкретный архитектурный объект, но только знающий об этом зритель сумеет распознать в этих картинах и их реальные образы. И вот тут начинает действовать совершенно иная магия, магия цвета красок. Эмоциональное восприятие шести картин основано на особом сочетании цветов, причем одна цветовая гамма является фоном, а другая – выражением самого образа архитектуры. Уникальность музыки Александра Скрябина заключается в создании им новой гаммы последовательности звуков, отличной от привычных – мажоры и миноры. А это позволило композитору формировать новые сочетания звуков в аккорды гармонии, названные впоследствии прометеевыми. В классической музыке основными элементами являются ритм, мелодия и гармония. Эти элементы обладают горизонтальными текучими свойствами движения в музыкальной ткани и сочинения и как субстанция заполняют структуры музыкальных форм. Мечтой Скрябина было сочинение произведения, объединяющего все виды искусств. На пути к реализации главной мечты композитора была симфония Прометеи. Это был первый шаг в этом направлении. Подобное явление присутствует и в творчестве Леонида Николаевича Павла. Поиски нового языка в живописи привели его к созданию шести этих картин, хотя до этого он, как я уже сказала, никогда живописел и после не занимался. Очень важно для меня обратить внимание на то, что восприятие произведения искусства на это восприятие влияет различие знаний, опыта и психология зрителя. Оттуда и возникают различные интерпретации. Например, исполнитель музыкального сочинения передает собственную трафтовку текста композитора, а слушатели могут по-разному это воспринимать. И степень подготовленности зрителя – это очень важный элемент в создании контакта между ним и произведением, а также и автором сочинений. Контакт – это явление магическое, как и само искусство. Чтобы его создать, надо активизировать силу воображения через узнаваемые образы. Одним из таких примеров подобного взаимопроникновения и впечатления являются картинки с выставки, воспоминания о Викторе Гартмене, художнике и архитекторе. Это выдающееся виртуозное произведение для фортепиано стало вдохновением для французского композитора Мориса Равеля, который дал сочинению новую жизнь, оркестровав его. В моем представлении картины Павлова – это единое монументальное произведение. Их тональная гамма создает впечатление сквозного развития, который осуществляется двумя цветами красок – красного и лилового. Исходя из этого, возникает концепция последовательности в расположении картин. Красный цвет имеет многообразную форму языков пламени, на полотне Центральная экономика «Математический институт». Как вы помните, оно охватывает здание снизу. На картине главный вычислительный центр «Газплана» на проспекте Академика Сахарова языки пламени изображены сверху вниз. На монументе Плая Хирон с полохи пламени взлетают вверх. А на генплане города Долгопрудного и генплане города Москвы они расположены в центре. А уже вычислительный центр Иванова огонь уходящий, исчезающий. Лиловый – второй по значимости цвет, переходный, он оттеняет синий и подчеркивает красный. Три цвета – красный, лиловый и синий, перемещаясь из картины в картину, располагаются контрапунктом по отношению друг к другу. Но особенное впечатление движения создают контрастно диссонирующие с ними зеленый и желтый. Следуя за красками, приходим к выводу, что главными образами шести картин являются не сами архитектурные работы, а их цветовая гамма. Эйта-гамма рождает гармонический язык картин. Поразительным на картинах являются символы классической формы квадрат и окружность, которые уравновешивают свободу ритма, движения пламени. Черный квадрат можно также сравнить по ассоциации с квадратом Малевича. Но опять же, интерпретация восприятия произведения искусством всегда носит индивидуальный характер. Квадрат для меня как музыканта символизирует идеальную стройность классической формы. Архитектура является частью жизни города, а город по праву считается самым гениальным творением человечества. Процессы, происходящие в городе, невозможно объяснить или предсказать, но всегда можно развивать. Город мотивирует создание и реализацию любых необходимых для человека идей. В результате развития городов появляются архитектурные построения зданий. А это производственные, административные институты образования, религиозные институты, театры, концертные залы, музеи, ну и, конечно же, транспорт для передвижения по городу и здания для жилья. Сегодня пересечение искусств является явлением абсолютно обычным, а в давние времена между искусствами существовало соперничество. Главными соперниками за первое место были и остаются музыка и архитектура. Такие факторы, как ритм и контрапункт, пространство и время сблизили эти два искусства. Процесс был долгим, но результат неожиданным. В музыке ритм самый важный элемент. Он ответственный за характер движения музыкальных тем и распределение длительности времени каждого звука в этом движении. Музыкальный ритм может занять доминирующее место в музыкальном произведении и даже сам по себе в некоторых культурах является музыкой, которая исполняется на ударных музыкальных инструментах. Ритмичность – это одно из самых важных требований к исполнителю музыкального произведения. Ритм является одним из важнейших средств архитектурной композиции. Он осуществляется путем соразмерного повторения элемента, формирующего акценты здания или группы зданий. Посредством ритма архитектурный объект может выглядеть статичным или динамичным. Частота повторов и соразмерность акцентируемого элемента влияет на восприятие зрителя. Без участия в выразительности ритма ни музык, ни архитектур обойтись не могут. Вот ритм, объединяющий два искусства метафор. Контрапункт музыки сформировался в результате долгого процесса развития полифонии. Многоголосное пение в истории некоторых народов известно с давних времен, но полифонии это пение не является. А в чем же разница многоголосного народного пения и полифонии классической музыки? Корни классической музыки в религиозных литургиях, духовных песнопениях, которые исполнялись во время службы для прославления Бога, первоначально в иудейских храмах Иерусалима, а с появлением христианства эта традиция прочно укоренилась в церквях. Со временем в городах были построены величественные готические кафедральные соборы. Строительство собора требовало специалистов в множество профессий, а также музыкантов для исполнения службы в них. В результате разрастались города. Архитектура вдохновляла музыкантов своими пропорциональными формами, акустикой и строгими ритмами, а архитекторов вдохновляли божественные мелодии литургического пения. Теоретики музыки Жак Дельеш и Иоганнес де Мюри использовали архитектурные метафоры в своих трактатах для объяснения аспектов музыкальной композиции. Вот это очень интересно, что архитекторы пользовались музыкальными терминами, а музыканты использовали архитектурную терминологию. Жак Дельеш в 1330-х годах сравнивает тенор, нижняя партия в полифонической пьесе, с фундаментом здания. А Иоганнес де Мюри в 1340-м году в своем трактате «Искусство контрапункта» называет тенор «фундаментом дискаунта». То есть метафора «фундамент» уже принадлежит правилам контрапункта полифонической композиции. Профессор Грэм Бонн из Архайского университета обратил внимание на эти определения в буквальном смысле слова. Вот если тенор – нижний голос в 14 веке рассматривать как фундамент музыки средневековой мессы, следовательно, другие голоса могут восприниматься на слух как колонны и арки. И тогда вся звуковая структура в целом аналогично каменной. В результате совместного творчества образовался профессиональный язык из метафор, которым пользовались как в архитектуре, так и в музыке. Полифония оказала огромное влияние на архитектуру в 15 веке под йогом эстетики пламенеющей готики фламбоян, богатая декоративность которой покрывала несущие конструкции соборов. Линии, формирующие образ огненного пламени, называли полилинеарными, а в дальнейшем голоса в полифоническом музыкальном сочинении стали называть мелодическими линиями. Начало XVII века знаменует новый этап в истории развития городского пространства. Архитектура городов Возрождения воспринимается как символ статичности. Возникает потребность в создании новых образов архитектуры. Вот так возник стиль барокко, который существенно меняет планы больших городов. Стиль барокко положил начало истории европейской классической музыки периода с 1600 до 1750 годов. На мой взгляд, сближение архитектуры и музыки происходит также в специфике их функции. Здание – это условно сосуд, построенный великим архитектором с применением науки и инженерии, а музыка акустически заполняет его звучанием произведений великих композиторов. Музыка всегда ищет и находит пути для ритма убежать от математики, хотя пропорции, на которые опирается запись ритмического движения в нем, сохраняются. Иоганн Себастьян Бах открывает новые возможности в сочетании или пересечении различных ритмов, в результате чего линии контрапункта и тема в одновременном звучании выразительно подчеркивают индивидуальность друг друга. Ритмическое разнообразие внутри полифонической фактуры музыкальной ткани создает иллюзию свободы движения голосов. Отношение к ритму в архитектуре очень строго. Ритм выбирается в зависимости от замысла произведения архитектуры или ансамбля построения. Он может быть простым, то есть повторяющим, акцентирующий элемент, убывающим, увеличивая расстояние между повторениями, или нарастающим, сокращая расстояние между повторениями. Именно абстрактная сущность музыкального искусства заставляет архитекторов трудиться в поте лица, чтобы достичь свободы выразительности в своем искусстве. Ритмы города в процессе его развития не гремят где и как хотят, а организованы правилами движения, светофорами, часами работы офисов, ну и так далее. Достижения в науке совершенствовали технические возможности музыкальных инструментов. Индустриализация городского пространства меняла ритмы городов. Феноменом города становится возвращение к классической архитектуре античности Греции и Рима. Вот все эти факторы нашли выражение в музыке. Если для архитектуры классика была возвращением к прошлому, то в музыке это стало началом нового стиля. Столицей музыкального искусства становится Вена, в которой сформировалась школа венского классицизма Гайденом, Моцартом и Бетховеном. Вена представила композиторам огромные возможности для исполнения на сцене их произведений. Достаточно взглянуть на лист концертных залов, театров и оперных домов, чтобы понять причину и интересы многих композиторов, быть удостойны внимания венской публике. Расширение географии городов, ставшими центрами музыкального искусства, интенсивно продолжается в XIX веке. Главным городом, привлекающим музыкантам в начале века, становится Париж – столицей революции за свободу, равенство и братство. Звуки города – это ритмический контрапункт в палитре музыкальных звуков, программной музыки, романтизма. Развитие городского транспорта и железных дорог, эмоции и вдохновения для композиторов, а также способ рекламировать оперные спектакли и концерты. Одним из гениальных французских композиторов еврейского происхождения в XIX веке был Шарль Валентан Алькан. Композитор сочинял музыку главным образом для фортепиано и был недосягаемым на то время пианистом-виртуозом. Феномен города нашел место в музыке Алькана. Среди его ранних сочинений есть пьеса «Амнибусы», а вот летом 1828 года компания «Амнибус» наводнила улицы Парижа белыми амнибусами, расписанными сценами из оперы «Белая дама». Кроме того, амнибусы были оснащены механическими рожками, звучащими на улицах города, как триумфальные трубы. Амнибусы – один из первых видов городского транспорта, решили проблему урбанизации города, так как с их помощью каждый парижанин мог попасть в любой район города. На протяжении 30 лет белые амнибусы способствовали популярности оперы «Белая дама» Буальдзе. Так феномен города и опера нашли свое выражение в пьесе композитора Алькана. Строительство железной дороги, соединяющей Париж, с северо-восточным портовым городом Гавр через Руан. Открытие которой состоялось 9 мая 1843 года. Тоже нашло место музыке Алькана среди его этюдов. И хотя железная дорога элегантностью звуковой изобразительности не отличается, но стилистика пьесы явно несет на себе влияние клавесиной французской музыки XVIII века. Дополняет тема строительства железных дорог в музыке попутная песня Глинки. Лондон привлекал практически всех выдающихся композиторов и исполнителей из европейских стран своими концертными залами и театральными сценами. Истории Великобритании с ее замками, соборами и природой вдохновляли к сочинению музыки. Феликс Мендельсон предпочитал Лондон, Париже. В течение последних 500 лет музыкальная жизнь органично вплетается в ритм города. Под воздействием мировоззрений и учений о социальном неравенстве и как результат революции и войн в XX веке происходит раскол во взглядах на искусство как среди музыкантов, так и архитекторов. Формируется новое восприятие образа города и, соответственно, меняются взгляды на то, как город должен развиваться. Конфликт разгорелся в среде архитекторов между сторонниками реконструкции, то есть обновлением уже существующих исторических зданий, и сторонниками реновации, которые хотели все разрушить, все здания и строить только современные новые. Музыкальное искусство отреагировало на феномен города противостоянием между сторонниками существующей тональной системы, которая накопила богатое наследие огромных достижений и сторонниками а-тональной музыки, на основе которой австрийский композитор Арнольд Шонберг сформировал новую музыкальную систему под названием додекафония. Новая музыкальная система – своего рода манифест, равноправие, свободы и независимости. И не случайно додекафонию поддержали европейские композиторы еврейского происхождения. Анри Лефевер – французский философ и социолог в области городской и отдаленной от города местности, который придерживался марксистских взглядов и, используя собственный метод ритма анализа, наблюдал из своего открытого или закрытого окна за происходящим в центре Парижа. В результате исследования Анри Лефевера в 1980 году они оказали огромное влияние на дальнейшее формирование трактовки образа города. Исследование городских ритмов и контрапунктов сформировало определение – музыкальные города 21 века. И эта идея не новая, а эхо революции 1917 года и образованием СССР. В 1922 году, 7 ноября, в честь празднования пятой годовщины Октябрьской революции, в Баку состоялась премьера гудковой симфонии композитора Арсения Аврамов, дирижерского имя Ревар Савров. Во время исполнения произведения композитор дирижировал не музыкальными инструментами, огромной артиллерийских пушек, гудками паровозов, теплоходов, грузовиков и заводов при участии военного оркестра, медных инструментов и хора. Второе исполнение симфонии состоялось в Москве в 1923 году и уже под названием «Симфония Ля». Как выяснилось из писем Аврамова, тональность «Ля» – это зашифрованное имя жены композитора Ольги. По современным политическим представлениям о музыке города, гудковая симфония соответствует понятию о контрапункте и ритмах в урбанистической партитуре города. На этом основании Арсений Аврамов в 2022 году, к столетию исторического музыкального события, был назван музыкальным новатором, опережающим свое время. К счастью, взгляды на образ города отличаются разнообразием. Этот фактор положительным образом влияет как на архитектуру, так и на музыку. Невозможно отказаться от великолепного наследия прошлого, которое успешно живет и радует людей во всем мире. Именно гармоничное сочетание достижений разных времен формирует богатство образа города. Урбанизм, занимаясь планированием городского пространства, рассматривает музыку как неотделимую часть полифонической партитуры города. Отмена определения различий между музыкальным звуком и шумом сформировало представление о новом типе полифонической партитуры музыкального города, автором которой является не композитор, а дизайнер-урбанист. Партитура представляет собой план города, который становится своеобразным на тоносце, то есть звуконосце, на который наносится звуковая дорожка из трех тем. Тема ландшафтов, тема города, тема воды. И с точки зрения дизайнера-урбаниста таким образом архитектура становится музыкой. Но как представитель музыкального искусства я могу назвать сочинения, в которых музыка становится архитектурой, поскольку ландшафт, города и вода во всех формах своего существования изображаются музыкальными средствами. И вечный спор за первенство среди искусств между архитектурой и музыкой продолжается. На самом деле оба великих искусства все более и более сближаются. Архитектура становится музыкой, музыка архитектурой. Но при этом каждая из этих искусств сохраняет свою особенность, основанную на их различиях, которых гораздо больше, чем аналогии. Все. Пожалуйста, Италия. Спасибо большое. Спасибо. Огромное спасибо. Очень-очень-очень. Спасибо. Если вы хотите, я могу еще раз вам показать визуальную часть, чтобы вопросы, если вы хотите задать. Если кто-то захочет, то... Спасибо. Я несколько опоздал пропустить. По поводу визуальной части у меня один вопрос есть. Хорошо. Я первый пока никто не поднял руку. Я вижу, Лева поднимает. Лева, можно включить звук свой. Потом я дам Леве слово. Значит, я пока больше никого не вижу. Попытание мне... Одну минуту еще поздно. Мне-то написали, что я говорю на голландском языке. А у меня тоже это выскочило. Чтобы подкрутить, что вы говорите по-голландски. Вопрос такой. Это, наверное, странно. Ну, вот эта картина Павлова «Генплан Москвы». Я не знаю, у кого, но у меня приведет впечатление, что это некоторая абстракция герба. Вам не кажется, что вот в нем что-то... Я вам скажу. Значит, все-таки мои знания отпираются... Я несмотря на то, что очень много, что, конечно, я чисто как музыкант проинтерпретировал, но мои знания взяты не с потолка, там вот как я хочу, а я все-таки вот читала литературу, которую писал сам. Значит, я вам могу сказать, что Леонид Николаевич Павлов был очень далек от этих вещей. Он был настолько далек, он даже в партии. Представляете, он занимал такую должность, преподавал в мархи и ухитрился не вступить в партию. И когда его вызвали, сказали, вот как же так вы такой у нас, значит, замечательный советский архитектор и создатель всех модернистских зданий Советского, так сказать, Союза, он сказал на это, моя художественная линия не совпадает с линией партии. Поэтому мне показалось, мы очень... Я вам скажу, вот это как раз, я, между прочим, об этом сказала, что на этой картине у него крест находится. Он был невероятно религиозным человеком, невероятно. Даже вот в условиях Советского Союза праздновал все, значит, православные праздники, и у него вершиной русской архитектуры была церковь на Нерли. Он туда без конца ездил, а оттуда черный вдохновитель. Он никогда... То есть вот этот герб, это точно не его, поэтому он поставил крест. Причем он его сделал пунктирным, что все равно эти картины Хрущев выкинул с выставки и сказал, чтобы я эту гадость вообще не видела, она поэтому дома у них висела. Ну, я не говорю, что он хотел как-то так сказать... Нет, никаким образом. Может, какой-то юмор был. Ну, это могло показаться мне. Хорошо, мы сейчас поймем. Вы знаете, это не случайно. Я как раз хочу вам дать комплимент в этом плане. Вот ваше представление психологическое ассоциируется с гербом. А вот у Павлова, он наоборот, он в центр поставил пламя красного цвета и поставил там крест, как центр. То есть у него, вот его как бы вот православие для него было философией его жизни. Это была для него духовная сфера, которая вот его вдохновляла. Именно православие, но никак не советское. Я не говорю, что вдохновление. Нет, я знаю. Я просто говорю, чисто, так скажем, исходить из воображения художника, там это не присутствовало. Причем вот эта статья Волчка, она была написана после смерти Павлова. То есть из того, что он там уже помнил и другие архитекторы, которые сюда, значит, вот в эту брошюру написали свои статьи. Они все писали уже то, что они помнят, что Павлова уже не было. Он в 90-м году умер, а это уже было в 99-м. Значит, он родился в 1909-м. Это уже было без него. Поэтому я точно знаю, что вот как раз о кресте Волчок и написал, что обратите внимание, что через план города Москвы изображен крест, хотя и пунктирный. Он и на это обратил внимание. Это была скрытая вещь. Это скрытая вещь. Не важно, не будем об этом. Пойдем в следующий вопрос. Вот сейчас Лёва поднял руку первой. Да, можно. Слышно. Слышно. Большое спасибо за интересный же доклад. Вы очень широко развернули эту интересную тему. Но я, возможно, что-то еще попытаюсь потом сказать. А сейчас вопрос, если позволите. Конечно. А вот вы говорили, что Павлов брал за основные цвета красный, лиловый и синий. Но ведь из... Нет, я не сказала. Я сказала, что у него основные цвета. Я минуточку. Значит, есть цвета, контрастирующие катфон, а есть цвета центральные. Значит, багрово-красный, лиловый и синий у него являются главными, а зеленые и желтые это фон. Но он еще использовал и белый для свечения синего. То есть у него больше цветов. Я вот... Я объясню, в чем вопрос. Если здесь, тема речи, я 40 лет занимался видеозапись телевизионных изображений. Я не являюсь специалистом по телевизионным, но мы же записывали. Да. И в этом кое-что. Ведь известно, что телевидение имеет тремя с цветами красный, синий и желтый, а также белый и черный, это не цвета, а яркость, передает, ну, 95-98 процентов всей палитры. Да. Вот мне показалось, что у Павлова какое-то было противоречие с этим. Или нет? Или мне показалось? Вы знаете, я вам скажу, что исходя из того, что я прочитала, а я прочитала все, что есть, то есть больше нет, кроме того, что у меня, потому что я имела возможность получить все эти материалы. Значит, у него это все было, как у любого художника. Художник никогда ничего не делает намеренно. Художник всегда все это делает интуитивно. Скажем, вот здесь очень важно, вот с точки зрения красок отмечено, что он делал короткие мазки. То есть у него не было таких широких мазков. А короткие мазки давали слияние цветов. То есть у него один цвет как бы сливался с другим. Вот отсюда этот эффект свечения, который я заметила у него. Что касается телевидения, я не могу ручаться. Вот я не специалист, поскольку я могу только как музыкант воспринимать, естественно. И потом я в вопросах хочу остаться на перекрестке этих двух искусств. То есть я не специалист, я не архитектор, но я получила необходимые для меня знания в области архитектуры у профессора Лея Иосифовна Павлова, которая была женой Леонида Николаевича Павлова. Она профессор архитектуры, преподавала в институте. Прошу. Спасибо. Спасибо. Павлов нигде об этом не сказал. Это останется тайной. Может быть, в вашей интерпретации. Спасибо большое за это. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Сейчас Михаил Филиппов, пожалуйста. Виталий, я тоже поднимаю руку. Я вижу, я вижу, Михаил Филиппов, Михаил Филиппов. Я вижу. Михаил, пожалуйста. Ну, собственно, во-первых, спасибо за интересный и очень такой информативный доклад, но мой вопрос, собственно, тот же самый. Можно посмотреть картинку хотя бы одним глазком. Я даже предполагала, что вероятнее всего вы захотите после рассказа вернуться. Да. Я сейчас сделаю, пожалуйста. Я сейчас сделаю share screen. Видимо, нужно нажать еще. Да, вот сейчас они появились. Нет, а вот появились. Значит, вот с картиной. Значит, здесь четыре картины и две здесь. Вообще-то была еще одна седьмая, но он подарил ее своей сотруднице, поэтому ее нигде нет. Есть шесть. Значит, вот эти две и вот эти четыре. Вы хотите название этих объектов? Нет, я вижу, тут написано. Да, я написала все, да. А вот это вот внизу большая картина, где стол и что-то еще, это тоже имеет отношение к делу или это что-то другое? нет, это то, что я, с чем я сравнивала палитру, это палитра композитора Александра Николаевича Скрябина, который намного раньше, в 1910 году, сочинил поэму огня симфонию Прометей. И это палитра красок, я вот рекомендовала, это то, что на примитивном уровне смог сделать Скрябин, но сегодня это все реализовано технологически, это значит фортепиано специально подсоединено технологически к специальной установке и при нажатии клавиши образующаяся гармония экспонируется на экран в виде цветовой гаммы, но эту цветовую гамму придумал Скрябин, то есть технология шла за идеей Скрябина, но при жизни Скрябина это сыграть было нереально, не было технологий. Если вы на ютюбе есть несколько прекрасных исполнений этой симфонии с уже технологическим сопровождением, то есть это уже оригинальная идея при нажатии клавиши на рояле, но это с оркетом, там и оркестр и рояль. Рояль нужен для того, чтобы вот этот контакт совмещался между звуком и светом, и поэтому значит при нажатии клавиш дается импульс и установка проецирует звуковую гамму в виде гармонии уже на стенах здания. Я видела разные исполнения, одна исполнение, что они заполняют все пространство концертного зала, мне меньше это нравится. Мне больше нравится, как это задумал Скрябин, что это идет экран на заднем плане, там еще хор есть, это грандиозное сочинение, он хотел еще более грандиозное, он хотел мистерию сочинить, чтобы все искусства там участвовали, и танец тоже, и живопись, и архитектура, то есть это был совершенно такой грандиозный проект, но он рано умер, и он его не реализовал, и так его больше никто и не реализовал, но вот эта идея, звук технологический соединенный с визуальными какими-то, ну это вот, скажем, на дискотеках мы сейчас это видим, то, что делаете, да, но у Скрябина безусловно цвета музыка, да, та цвета музыка, так называемая, которую мы видим в дискотеках, она безусловно лишена того духовного содержания, который в нее вложил Скрябин, у него определенные во-первых цвета в определенной последовательности, и главное, без музыки они не имеют этого смысла, вся духовная мысль, а у него там дух, материя и опять дух, то есть у него дух это как бы образующее звено, а в центре который стоит материя, это гораздо важнее для него была музыкальная часть, но считал, что для усиления нужно еще и визуальное подтверждение. Спасибо. Пожалуйста. Заво еще вопросы. Сейчас Борис, пожалуйста. Спасибо, было любопытно, но очень широко, и как-то я потерял основную концепцию вашего сегодняшнего рассказа. Если можно об этом, во-вторых... Давайте я на это отвечу. Не, можно я сразу же логику своего мысли вам изложу, имеют ли вот ваша концепция какое-то прикладное значение, ну и считаете ли вы лично, что новое всегда прогрессивно? Это первый, это в общем, в общем, это первый, и второй очень конкретный вопрос, вот вы про квадраты Малевича сказали, но как бы я не понял, вот что это, в правом, левом углу, и что, что вы хотели этим сказать? Спасибо. Отличные вопросы, прекрасные вопросы, большое спасибо, что вы на это обратили, это значит, вы внимательно слушали. Значит, концепция, начну отвечать на первый вопрос, концепция заключается в том, что я обратила ваше внимание на то, что есть единство искусств, это главная концепция, что искусство, оно как бы одно, но имеет свои проявления в различных формах, это главная концепция, в частности, архитектура и музыка, потому что архитектура и музыка считаются как бы вершинами вот в искусствах, поскольку музыка, она абстрактная и может изложить любой масштаб, в симфонических произведениях, длящаяся час или больше, она может охватить гораздо больше, чем нужно, если это бы сказать словами или это что-то еще. То есть музыка считается, благодаря ее сути абстрактной, она считается одной из высочайших форм достижения в искусстве. Архитектура, безусловно, естественно, это первое искусство, потому что жить людям было нужно, и поэтому архитектура это вообще номер один. То есть человек как бы поет, поскольку ему это нужно для души, но ему нужна еще и крыша над головой, поэтому он и строит. То есть архитектура и музыка это естественная жизнь человека. Вот эти два вида, они наиболее прилагаются практически к человеческой жизни. Вот это главная моя концепция. И я изложила в каких частях, безусловно, музыка и архитектура это разные искусства. Например, я говорила о ритме, но музыкант может себе позволить все, что угодно в ритме, сохраняя пропорции. Поэтому я сказала ту вещь, что, так сказать, это не популярно в широких массах понимание того, что музыка и математика это все-таки разные вещи. То же самое, как архитектура и музыка. Просто без математики невозможно что-то записать. Вот музыку можно, допустим, сочинить и сыграть. И не нужна никакая математика. Ее можно просто. Но если вам надо ее записать, а за это время там, скажем, вся литература музыкальная это вообще так я, то без записи ее сохранить невозможно. Значит, для того, чтобы записать музыкальные произведения, нужны были какие-то определения, которые бы привязали к чему-то эту запись. И вот в этом плане музыка связана с математикой. А все остальное это побочие. То есть музыка ее это меньше всего интересует. Это, конечно, интересует ученых. Допустим, физическое качество звука. Конечно, интересует физика. Как это звук, чисто его физические свойства. Но когда мы играем музыкант, нам это совершенно не важно, какими физическими музыкантами. Нам важно, какое качество имеет звук для выражения замысла, содержания. Там масса других факторов и меньше всего его физические качества. Поэтому, скажем, в ритме музыкальном мы можем себе допустить все что угодно. Мы можем делить один на три, на четыре, на пять. Мы можем три делить на пять. Мы совершаем феноменальные вещи. А там, допустим, в музыке Шопена вообще там двенадцать, двадцать четыре. Или там, понимаете, там существуют совершенно свободные ритмические формы, которые не привязаны к математике. Но, там большое но, из пропорции выйти нельзя. А пропорция идет из архитектуры. То есть, вот этот квадрат, он является символом идеальности формы. Потому что все делится ровно пополам. Вот поэтому и квадрат, это символ. Он допускает возможность делить каждую свою часть пополам. И вот в этом смысле символ квадрат это самая древняя модель города. Она называется космическая. Потому что вот древние люди, когда начали первые города строить, это было им самое понятное. Это то, что они себе представляли как наиболее понятное. Потому что легче, чем разделить квадрат пополам, вот просто ничего не существует. Все из этого выросло. Скажем, радиально-кольцевая модель города это уже создано человеком. Потому что появляются города на таких, скажем, вот как Москва. Да, вот такой ландшафт города, где есть река, где есть масса других каких-то природных вещей, которые, скажем, не вписываются в эту модель города. Вот была изобретена вот эта механическая модель, которая называется радиально-кольцевая. Вот Париж тоже построен радиально-кольцевой, потому что ландшафт такой, не квадратный. А вот Нью-Йорк построили квадратный, Чигага квадратный. Это самые легко осваиваемые туристами города. Вот эти квадратные модели городов, они очень простые. Вот идут улицы все вот сначала по такому номеру, а потом перпендикулярно такому, там не потеряешься. Вот это и есть символ. Квадрат как идеал, который можно разделить пополам. Вот любую его часть делится, делишь квадрат пополам и каждую часть пополам по вертикали, по горизонтали, получаешь все более меньшие частицы. Это основа ритмическая для записи музыкальной композиции и это основа пропорции архитектурной. Скажем, вот золотое сечение или ряд Фибиначи и так далее. То, что для архитектуры является высочайшим достижением при строении архитектурного здания для музыки абсолютно не имеет значения. Потому что мы не можем это рейтю определить. Если мы начнем сравнивать Бернстайм в своих лесах, у него совершенно блестящее определение, которое очень понятно. Вот как мы можем сравнить, скажем, симфонию Бетховена, но определив ее самым высоким, допустим, золотым симфониям. А потом у нас есть на одной странице прелюдия Баха, которая совершенно гениальна. Но как мы можем сравнить масштаб симфонического произведения Бетховена, а у Баха у нас рейтю не получается. У нас есть заложенная какая-то идея, которая реализована великим композитором. Она может быть на маленьком протяжении, 16 так, нам нужно одна страница. Понимаете, они не сравниваются в этом плане. Архитектура строго должна стоять, поскольку это здание должно стоять, а не рассыпаться и не разваливаться. Можно вам возразить именно по этому пункту? А в каком плане? В том плане, что когда Бернштайн говорил, и вы цитату приводили, то еще тогда не умели и не знали, как сопоставить, например, для восприятия человека, а человек рационально понимает через одним образом, а и рационально через ощущение. И сейчас можно измерять ощущение на голову, вы знаете прекрасно наклеиваете ощущение можно измерять. Можно измерять, да, можно величину понять, насколько больше восторг у вас от одного, и другое дело, что это очень индивидуально. Вот в чем дело, вот теперь я вам говорю, значит, вы вроде бы возразили, и так довольно ладилось. Да, 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 я слушаю, извините. А теперь я вам не возражаю, я просто вам рассказываю. Я могу, я ничего, знаете, у нас в искусстве, у людей, мы можем только рассказать, у нас нету таких вот факторов, потому что у нас все это абстрактно, мы не, вот это я, допустим, могу сказать, что это очки, а вот это вот уже я могу только рассказать. Теперь смотрите, при восприятии вещь не идет одного человека, вы не можете, вот даже в одной, допустим, в одном здании живут люди, допустим, и идет гроза. Все люди в этом здании могут испытывать абсолютно разное ощущение восприятия, абсолютно разное, как вы можете его привести к какому-то знаменателю, потому что у одного больше, сколько-то меньше, а другой вообще вышел под этот дождь во время грозы и наслаждается вот этими всеми потоками воды, у него вызывает это восторг, и он там прославляет природу, которую ему даровал. Кто-то вообще бежит во время грозы к океане и готов там утонуть, чтобы на него... Это невозможно, потому что каждый человек это индивидуальность, мы не можем это привести. А в архитектуре это абсолютно точно и строго, это нельзя нарушить. А там, где искусство, там такая множественность, она просто не подается никакому обобщению, я бы сказала. Вообще не подается. Хотя измерить мы как бы можем, но он имел в виду не в том плане, как вы это заметили, а в том плане, как это можно соотнести, когда так много людей, и вот эти оттенки вот этого вот эмоционального ощущения, восприятия, оно настолько множественное, что, ну, это учесть и обобщить тоже невозможно. Теперь в отношении прогресса отличный вопрос, потому что веками существовало представление, и оно фактически привело искусство к кризису. Оно привело искусство к кризису, потому что требовали от композиторов, чтобы они, вы даже себе не представляете, какие баталии. Вот я очень много пишу, вы можете статьи на эту тему, что очень многие композиторы остались из-за этого в неизвестности, их называли устаревшими, то есть все время требовали от композиторов этого технологического какого-то прогресса, но не существует в музыке прогресса, может быть, что-то другое, но никак нельзя соотнести, скажем, те архитектурные здания, которые были построены в 20 веке, скажем, сказать, что они лучше и по каким-то параметрам вообще их можно сравнивать со зданиями, которые были построены в 15-16 веке. Поэтому на этот счет существует тоже очень много взглядов. Скажем, вот понятие генетики города. Генетика города строится на повторении какого-то, скажем, элемента, который делает город узнаваемым. Вот сегодня мы в какой город не приедем, они все похожи друг на друга. Одни и те же архитекторы строят одни и те же проекты везде. Вот приедешь в Японию и думаешь, зачем я столько летел, это же Нью-Йорк. Понимаете, то есть это уже получается отсутствие генетического развития, уникальности города. Начинаешь искать какой-нибудь древний, хоть маленький городок, который носит те черты, которые присущи этой культуре, и видеть, вот как это все создалось. Таким образом, задумывалось в процессе развития, считается самым лучшим, вот я сказала, что самым лучшим достижением города, когда в нем присутствуют вот все эти процессы, то есть сохраняются и старые здания, и строятся, и новые, то есть идет урбанистическое развитие, но не разрушая те лучшие достижения, которые были. И в связи с этим я скажу вам о прогрессе. Значит, я считаю, что в искусстве вообще прогресс слова, оно абсолютно не соответствует. Мы не можем сравнивать Баха, скажем, его произведение, с каким-то другим композитором по этому принципу, вот что прогрессивнее, или, допустим, вот жили в одно время там Гайден, Моцарт и Бетховен. Мы не можем сказать, вот кто из них прогрессивнее, они настолько различные индивидуальности, но ведь одновременно с ними жили другие композиторы, выдающиеся, но вот решили, что вот они самые вот лучшие, а остальные как бы то же самое, но это не то же самое, потому что, когда начинаешь слушать, они все индивидуальности, просто стилистика похожа, но шло вот такое вот давление политическое, и именно политическое, чтобы шел вот какой-то прогресс. В результате этот прогресс привел к кризису, потому что создание вот этой додекафонии, то есть музыки, вот это и есть манифест равенства всеобщего, когда, скажем, никаких функций вот это сочетание звуков не имеет, они как бы все не зависят, вот я это сравниваю так, если грубо сказать, но какая-то шкатулка, в которой лежат совершенно какие-то разные предметы, если вам надо что-то найти, вы по логике, ну мы положим, допустим, вот какой-то документ лежат, где-то лежат, допустим, ювелирные изделия, то есть они объединены каким-то смыслом, в них есть какие-то общие черты, а это вот просто отдельные звуки, их должно быть там 12, и главное там еще закон такой, что вот это уже другое, это не есть прогресс, это и создание чего-то другого, и в течение 100 лет это другое вот насаждалось и кончилось кризисом, что дальше вот невозможно ничего, сейчас все вернулись в современные уже 21 века молодые композиторы, они просто опять вернулись и начали продолжать, вот это и есть генетическое развитие вот путем пространства и времени, они просто вернулись вот в другое время, и вот из этой генетики опять теперь продолжают сочинять современную музыку, понимаете, вот, то есть вот это генетическое развитие, оно определяет каким образом вот эти идеи творческие могут развиваться, любое насильственное политическое давление, оно носит разрушительный характер, потому что это нереально, вот, все равно даже самый, вот, уж какой был модернист Павлов, но он никогда не терял связи с прошлым, никогда не терял с архитектурой прошлого, он из нее черпал, он просто ее переносил в другую форму, на другой уровень, другого времени, но он не мыслил, что даже если строить новые здания, они все равно должны сохранять генетику прошлого. Вот таким образом был испорчен, скажем, Петербург, там теперь две генетики, одна генетика, которую строил Петр Первый, а другая генетика, которую построил Советский Союз, таким образом нарушился вот этот... Кто построил, простите, в Советском Союзе то генетика. Я понял, кто построил Петербург. Тот Петербург, который был построен при Петре. Так. Это одна генетика. Вот это Рейли, Россия. Да, 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 да. А потом? Следовало бы, следовало бы изучить вот эту, природу этой архитектуры и строить современные здания, сохраняющие вот этот элемент генетический продолжение. Тогда город сохраняет генетику. А начали строить здания абсолютно чуждые этому. И это уже не есть прогресс, это просто другая генетика. Это не является прогрессом строительства таких зданий, которые конфликтуют с оригинальной генетикой. Это уже называется другая генетика. Таким образом, в Петербурге две генетики. И одна. Правильно. Ну, хорошо, да. Ну, а храм спасанных кровей это к какой генетике относится? Это, вы знаете, дело в том, что вопросы русской архитектуры это самый болезненный вопрос, потому что она вся разрушена монголо-татарскими эмигами, практически есть только несколько зданий. Вот храм на Нерли, церковь, это не храм, это церковь на Нерли, это остаток сохранившийся от дома монголо-татарской эры. Ну, у правильных людей. Хорошо, спасибо, ну, я еще задам вопросы потом, а то я слишком изменяюсь. Спасибо. Хорошо, посмотрим, кто у нас еще сейчас есть. Так, я не вижу поднятых рук, может кто-то хочет подать голос? это может быть я. Да, Александр Столбов, пожалуйста. Пожалуйста. Значит, спасибо. Было очень интересно слушать вас и познавательно. Мне кажется, что вы сосредоточились в основном на вопросах цвета, музыка и цвет, вернее, цвет музыки и в архитектуре. А вот вопрос такой, какие границы выразительности, то есть какие там чувства могут вызывать объекты архитектуры. Ну, а музыки тут речи нет. Тут очень широкий спектр чувств. А вот с архитектурой сложнее. Она скорее должна выражать какую-то радость, оптимизм какой-то в общем в основном положительные какие-то эмоции и чувства. И чувства. Потому что иначе возникнет так, что если там печальная какая-то архитектура, надо улицу называть там печальная улица. Что-то такое. Знаете, во-первых, я хочу обратить ваше внимание, что я не говорила исключительно о цвете и архитектуре в цвете. Я говорила о разных проявлениях, то есть перечислила все, где музыка имеет, так сказать, перекрещивается с архитектурой. Туда включалась и фактор вот архитектурных произведений и в живописи Павлова и музыка Скрябина. Я говорила о ритме, который тоже очень важная метафора между музыкой. Я говорила очень долго об этом. Я говорила о моделях города космической и механической. Я говорила о развитии города как месте, где получают развитие различные творческие идеи. вот это очень важная часть была моей лекции, что город является местом для осуществления и развития различных творческих идей. Без города это осуществить невозможно. Город это единственное творение человечества, которое позволяет все время развивать все, что возможно, особенно в искусстве, потому что без театров, концертных залов и даже вот скажем площадей на открытом воздухе, старая традиция и очень популярная традиция выступления, концертные, театральные действия вне помещения, а на открытом воздухе. Таким образом, я об этом сказала, и поэтому я на город потрясла, я вам даже рассказывала о том, как транспортное средство, строительство железной дороги или же амнибусы, которые появились на улице в Париже, они тоже вдохновили несмотря на в общем-то нехудожественность своего как такового образа, они тем не менее вдохновили к произведению, потому что, я еще раз обращаю внимание, искусство это образы, это не есть природа, это образы природы. Это как вот такой был очень известный музыкальный критик Эдуард Ганслик. Вот Эдуард Ганслик, у него есть книжка замечательная, называется «Прекрасное в искусстве». И вот он там говорит, что вот эти, кто надумает, что музыка это вот, вот то, что я сказала в конце, что вот эти вот марксисты сегодняшние социалисты, они считают, что и шум тоже в музыку годится, может там гудеть машины, там стрелять, это тоже музыка в их представлении. Понимаете, в то время, когда, скажем, это совершенно другое представление музыки, оно совершенно не рассматривается как таковое в плане, как образ. Это уже, это все равно, что там, допустим, мы наслаждаемся, естественно, и природой, вот как я упомянула, грозой, или там пением птиц, или шумом листвы во время ветра, или же звуками океана или моря. Но это не симфония и не соната, это природа то, что создает. А композиторы, это все это, это уже образ, который уже, он совершенно в другом виде предстает как произведение искусства. Это уже какая-то совершенно другая форма, которая нужна, уже присутствует, нужный человек, который воспринимает это и сочиняет произведение, не копируя там, хотя имитируя, вот это вот факт. Таким образом, искусство, оно замещает природу, а не как бы ее там просто формально повторяют. Природа – это источник вдохновения, а искусство – это уже произведение человеческого там и ума, и таланта, и мастерства, и многих других качеств человеческих. Поэтому вопрос о прогрессе, который очень хороший вопрос, потому что я всегда на него обращаю внимание. В искусстве прогресса никакого быть просто не может, потому что мы не можем найти критерий, что что-то… Допустим, у меня даже есть такое шуточное стихотворение. Мы можем сравнить, допустим, один пылесос с другим пылесосом. Допустим, один пылесос примитивный, и надо там потратить много времени, чтобы убрать, а другой пылесос очень технологически совершенный, и он сокращает время. Не мог же искусство любое определяться вот этими качествами. То есть чем-то… Или, например, подметать веником дольше, чем пылесосом. Понимаете, это совершенно другие. Или там идти пешком, лучше сесть на машину. То есть невозможность равности. Великие творения любого века, даже древние. Вот сейчас огромный интерес, вот в результате этого давления, огромный интерес старинной музыки. вот даже есть израильский композитор, который продолжает эту традицию, вот он узнал, был такой знаменитый. Я, у меня на эту тему, если вы заглянете в журналы Евгения Берковича, у меня там практически во всех журналах есть статьи вот по всем этим вопросам, потому что я им придаю огромное значение. Я считаю, что это воспитание в обществе вообще представление о том, что такое искусство, что такое музыка, что такое архитектура. Что касается, как вы говорите, что архитектура должна быть, вызывать восхищение и так далее, это зависит, опять же, от политического давления, потому что наступает такое время, когда начинается разговор о том, что это все устарело. Вы видите, на любой, вот так же, как я, почему я выбрала этот пример Павлова со Скрябином? Потому что это мое личное восприятие. Почему я упомянула квадрат Малевич? Ну, если, например, человек незнаком, что квадрат это, скажем, модель города, или квадрат это является классической формой, то если вы возьмете любое произведение Моцарта, Гайдена, особенно Моцарта и Бетховена, то формы музыкальные, они зиждются именно на квадратности. Вот, скажем, предложение это восемь тактов, которое содержит два, две, четыре такта и четыре такта. Понимаете, вот это вот строение города, модель города, она присутствует, да, вот в архитектонике классического произведения, потому что квадрат это самое идеальное, оно очень хорошо и просто делится, а потом начинается процесс, как от этого убежать, вот уже бах, начал бежать от этого, и у него уже не половина, а он, например, делит единицу на три, чтобы вот, а вот как вы разделите один на три, не делится ровно, оно уже не ровно делится, а ровно не делится, то есть это уже свобода некая, это уже выход за рамки какой-то вот этой квадратности, с одной стороны квадрат это идеал, а с другой стороны он лишает нас свободы, то есть даже такой идеал, как квадрат, он в какой-то степени ограничивает нашу свободу, нам хочется двигаться не обязательно по квадрату, нам хочется двигаться еще как-то с ощущением своей свободы, но при этом остаемся в квадрате, то есть в рамках квадрата двигаться более-менее свободно, и тогда вот эти деления в музыке, они приобретают уже не математических, их практически посчитать уже невозможно, это уже не математический характер, это уже средство выразительности через ритм. Виталий, можно? Спасибо. Лёля, Лёля, вон, поднимай. Вот, молодец. Лёля, пожалуйста. Ну, я хочу вас поблагодарить, действительно, очень интересно было слушать, и возникает как-то очень много вопросов, чтобы понять, что происходит. Вы нам слушаете музыку, и при этом у него ощущение какого-то цвета, какие-то звуки вызывают ощущение цвета. То же самое в архитектуре. Как мы воспринимаем то, что мы воспринимаем всё своими органами восприятия? Он благодаря каким-то процессам в мозге человека вызывает какие-то эмоции, и у одного человека звук может вызвать ощущение, что он видит огонь, а у другого человека будет ощущение холода. Поэтому ограничивать те ощущения, которые мы получаем от зрительного образа только красками, это, по-моему, сужает то, что в действительности человек в это время испытывает. и нам это будет всё понятно, что происходит в мозге человека, когда он получает тот или иной сигнал звуковой или зрительный. Понимаете, это в мозге человека происходит результат восприятия этих сигналов в какие-то эмоции, а у разных людей, видимо, это эмоции разные. Вот так мне представляет. Вы говорите абсолютно верно, но оно не лежит в той плоскости, я, кстати, сказала тоже, это у меня поскольку очень много. Я всегда стараюсь, чтобы было недолго, но концентрировано. Значит, вот смотрите, для этого композитор излагает позываемую программу. То есть это не то, что, помимо того, что действительно это неизбежно, то, что вы говорите, что у каждого индивидуума есть мозг, и он воспринимает. Я об этом как раз тоже говорил, но композитор имеет собственный замысел. И в музыке романтическая, Аскрябин был романтиком, вот именно потому, что они хотели, чтобы все чувствовали то, что хочет композитор. Это же не обязательно получает. Нет, да, вот вы сказали верно, но здесь очень важно заметить, что композиторы романтики, они очень отличались от класса, там музыка очень объективная, то есть им не надо было говорить, что это, вот кто что чувствует, то той чувствует, но в романтической музыке композиторы именно, поскольку она связана, вот я еще раз обращаю, музыка, она непосредственно связана и вдохновлена произведениями литературы, поэзии, уже на чем-то, когда основана уже на чем-то, а на другую поэзию точно так же вот принимает. А если нет, то... Да, значит, вот здесь и чтобы не было вот этого вот как бы неуверенности в теме, значит, композитор, который сочиняет вот эту вот музыку, имеющую конкретное но источник либо литературный, либо живописный, любой другой из другого искусства источник, который спровоцировал, как я сказала, вот Мусоргский сделал фортепиано, фортепианное произведение, картинки с выставки, а Равель это услышал в оркестровом эту музыку, то есть это как бы то же самое, но уже в оркестровом звучании. Понимаете, вот здесь очень важно заметить, что композитор романтик, он обязательно распишет и даже напишет, откуда он это взял, то есть для того, чтобы направить восприятие в то русло, которое задумал. Вот, например, Лист, если он пишет для фортепиано пьесу сонет Петрарки, он указывает, какой, не вообще сонет, а там 104, то есть, поэтому нужна дополнительная работа, вот чтобы, об этом тоже мой доклад, что если вы хотите получить полное то есть испытать все, что положено в произведении, надо подготовиться. Вот я, наверное, считаю, что многие люди приходят в оперу и понятия не имеют, о чем там будет идти речь, а ведь удовольствие послушать эти замечательные голоса, послушать музыку в оркестре, да, и без подготовки просто там вот следить за титрами, что там написано, это просто издеваться над самим собой прийти в театр, вот я поэтому делаю вот эти лекции, пишу статьи, чтобы люди подготавливали себя к восприятию, чтобы у них было знание, о чем они, не вообще какие-то эмоции, а чтобы эти эмоции определялись композицией, вот я, если я преподаю, да, я преподаю фортепиано, то я обязательно рассказываю, вот, что, и надо это прочитать, и эту картину надо посмотреть, и об этом художнике надо знать, иначе получаются ноты, понимаете, если играть, вот как, просто вот там у каждого свой мозг, и кто как хочет, понимает, то будут ноты, и вот, вот эти вам ноты, вы вам, мы вам сыграем, а вы как хотите, композитор, то вы с ним разделили свои его чувства, а композитор хотел вас как бы на свою сторону привлечь, чтобы вы как бы с ним вместе получили это удовольствие и имели впечатление, поэтому обязательно необходима предварительная подготовка, и вот эта подготовка, она, конечно, не может дать стопоцентную эту вот гарантию, что вы поймете именно так, это практически даже невозможно, но вы хотя бы проникнетесь, вот невозможно пойти слушать шестую симфонию, Чайковский, просто сидеть, ну можно, то есть я имею ввиду, можно просто, но вы никогда не проникнетесь тем, что вложил Чайковский в эту симфонию, для того, чтобы вот проникнуть в это, вы должны прочитать, какое время этой жизни, что было вокруг него, какие события вокруг него происходили, то есть, что оказало влияние на композиторов, вдохновило это произведение, так переживать композитор, и так своему отношению даже с собственным произведением, такое он ушел. Можно вопрос? Пожалуйста. Правда, еще там были другие, я второй вопрос задаю, второй раз. Алло, Борис, секундочку. У вас есть модератор, я только отвечаю. У меня какие-то проблемы с интернетом возникли, и у меня сейчас интернет на какой-то момент отключился, снова включился, немножко пропало записи, это буквально несколько минут. Это у меня интернет сообщает, что какие-то проблемы. Это полминуты примерно пропало. Ну, неважно, не будем увеличивать этот срок. Значит, пожалуйста, Борис, пожалуйста. Скажите, я второй вопрос, а уже поднимала руку тоже еще кто-то, я не претендую. Вопрос у меня опять-таки для дискуссии, я не могу согласиться насчет того, что музыка совсем не математична. Так, я огрубляю очень, поскольку все-таки я от музыки далек. Я хочу, вы знаете, я вам хочу... Можно я договорю? Договорю. Вопрос, чтобы мы поняли просто друг друга. Значит, слушал лекции Энтелиса, вы, наверное, знаете города Ленинграда, а вы, похоже, из Ленинграда тоже. Нет, нет. В техническом институте он нам доказывал, что Бетховен первый как бы и вот на примере Бетховена, что музыка математична. Я очень грубо тут говорю. Ну и то, что можно сегодня музыку сочинять, то, что сочиняет и очень неплохие получается произведение опять очень грубо говорит о том, что все же все-таки ее можно идти в какую-то структуру идущую от человека. Это вот я тоже самое хочу сказать, что Леля тоже начала вам говорить. Леля Финхасик, которая перед этим выступала. Я хочу вам всем во-первых дать должное. Вы все говорите совершенно очевидные верные вещи, но вы не учитываете, что скажем, да, вот у вас в техническом университете уже Бетховен, значит там все вы себе не представляете насколько это вот это вот сама вот эта постановка вопроса это не только вы говорили, вы знаете, Баха из-за этого не играли. Вот Баха перестали играть, сказали, а он это математика в музыке, там все вычислено. На самом деле сам процесс сочинения музыки это настолько необъяснимо, то есть люди, которые сочиняют музыку, они ее слышат. Это не то, что они сядут за стол и математическим путем смогут сочинить. Это будет конечно называться музыкой, но мы этой музыкой не называем. Музыка это то, что композитор слышит. И этим композитор отличается от некомпозитора, потому что некомпозитор музыку не слышит. Он слушает музыку, но которую в его голове он не слышит. Это особенный некий талант, которым отличается музыка. человек музыку не слышит, он ее никогда не напишет. Дальше. Теория музыки строится всегда после композитора, потому что каждый композитор что-то делает то, чего нельзя. Вы даже себе не представляете, вот я ученикам объясняю. Есть, скажем, строгая полифония, есть свободная полифония. Значит, строгая полифония, там огромное количество запретов. Это будет как почти, это не математика, но это правило. Значит, в строгой полифонии есть правило. Скажем, вот почему Скрябину пришлось этот аккорд изобретать? Потому что очень многие звучания не существовали до того, как Бах вообще. Это, вы знаете, вот каждый вопрос ваш, я могу вам лекцию прочитать. Это отдельная тема. Она настолько серьезная, и она действительно актуальна для понимания того, допустим, мне, как человеку, как занимается профессиональной музыкой, мне очень важно, чтобы это искусство продолжало жить, чтобы концертные залы посещались, чтобы люди проявляли интерес. Для этого они должны как бы этим интересоваться до такой степени, чтобы хотя бы знать, зачем туда надо пойти. Потому что просто вот математически это не музыка. Понимаете, вот как вот есть такие записи, ставят ряд Фибиначи, и значит, а вот это вот под этой цифрой, а вот это вот под этой цифрой, это не музыка, это просто звуковая изобразительность. Может быть, это вы сейчас может быть генетически еще бы или мы не доросли до этого. Нет, в этой связи вопрос конкретный тут конкретный. По вашей логике может быть, что мы лунную сонату Бетховена, не мы, а будущее поколение не захочет слушать, это будет какой-то какофонии казаться. Так? Или я неправильно вас говорю. Я вам скажу, дело это совсем не так вообще в историческом, для того, чтобы что-то сказать по такому вопросу, надо как бы посмотреть, а что вообще было, за какое количество времени. Вот что было, мы из этого, мы не можем предвидеть будущее, кто-нибудь не старался предвидеть будущее. Вот мы сегодня живем, допустим, я живу и вы в будущем ваших родителей. Вот, а наши родители жили в будущем своих родителей. То есть мы все как бы являемся носителями чьего-то будущего. Вот это моя основная теория, по которой я строю понимание искусства. То есть для нас это настоящее, а для моей бабушки и вашей мы их будущее. Так я вам могу сказать, что моей бабушке вообще не снилось, что мы окажемся в Америке. Поэтому история имеет столько непредвиденных событий, которые могут повлиять коренным образом на это будущее. То есть человек, живущий в настоящем, он может только исходить из того, что он видит, во-первых. Но человеку свойственно как-то думать о будущем. Но в принципе это будущее, оно на самом деле идет, я вам сказала, что вот это пламя, тема пламени, она вроде бы кажется революционной в том виде, как ее представили в 20 веке, но она не новая как идея, потому что эта идея уже была в 15-16 веке. Поэтому мы можем проследить, скажем, как эта идея, поэтому мы не можем говорить, что вот это лучше, это что-то другое, но идея сама, она имеет свое какое-то уже развитие и значит начало, значит она где-то была в прошлом, потом она куда-то может быть исчезла на какое-то время, а потом появилась. Вот я вам говорю, сейчас молодые композиторы, они стали изучать музыку Ренессанса и музыку Средневековья, потому что они считают, что музыка находится в кризисе, вот этот прогресс бесконечный не может в искусстве существовать, ну что еще, ну давайте вообще будем мы вот стрелять из этих пушек, греметь значит еще чем-то, оно же не становится от этого музыкальным, оно остается шумовым, хоть вы назовите это музыку, но оно шумовое, не каждый человек с лицебелой и может выдержать, значит этот вопрос, он не может, это не может как бы декларироваться, он может как бы рассказываться, но как декларироваться мы не знаем, вот, поэтому я говорю то, что я вижу, я вижу, что появляются группы, которые великолепно исполняют музыку Ренессанса, и она им не кажется ужасной, или, как вы говорите, какой-то еще, да, они от нее, наоборот, получают огромное удовольствие, более того, они ее настолько глубоко изучили, они ее в этом стиле сочиняют и великолепно исполняют, это еще до баховское время, когда была музыка неотемперированная, поэтому, откуда кто мог знать, что в результате вот этого всего так называемой эволюции, да, а на самом деле не революции, не эволюции, а просто происходит развитие какое-то, куда-то она приходит, а иногда она приходит к своей какой-то такой высокой форме, ну вот вы можете вы сказать, что что-то лучше, чем Микеланджело кто-то создал в скульптуре, это же невозможно, это просто другое, но если мы начнем это сравнивать, это невозможно, но где Микеланджело, и где, допустим, какой-то сегодня современный скульптор, что-то какую-то поставит эту штуку, это же невозможно сравнить, то есть это совершенно другие средства, это все разное, поэтому искусство, оно как бы обладает способностью, во-первых, в своем разнообразии, но кто-то в классической музыке, кто-то любит рок, кто-то любит джаз, это все разные виды, разные жанры, я представляю классическую музыку, говорить о том, что кто-то что-то скажет о лунной сонате, для меня не представляется интересно, потому что от этого ничего с лунной сонатой, она какая была великая, так она останется, а если кому-то она, допустим, не покажется интересной, то от этого ничего не случится абсолютно, всегда найдутся те, кто с удовольствием будет ее исполнять и слушать, пока на сегодняшний день вот это продолжается, мы не можем сказать, что она как-то пострадала, я обращаю внимание на то, чтобы за счет этого искусственного прогресса не уничтожались творческие другие идеи, которые были похожими, но они все равно этим отличаются искусством, что художник он всегда индивидуален, у него всегда есть, а если он не индивидуальный, то он не художник, он не художник, ну что-то другое, то же самое в отношении всего, что я перечислила, вопрос математики, безусловно сказать, что музыка, она, я сказала, для записи, допустим, деления на такты, строения фраз, предложений, оно без математики, его и записать нельзя, ну вы знаете, было время, когда записывали, ничего, ни тактов, ни разделений, ни на что, а просто вот шел, они, мало было музыки, она была одноголосная, потом вот, например, возьмите, вот этот, то, что Пифагор, там вот у них, в этой школе, знаешь, музыка была частично, она частично искусством, ну вы, вы можете себе представить, какой музыкой оперировал Пифагор, вот же, какой музыкой, какую музыку он знал, уже эту музыку, которую, вот мы сейчас там, бетхон, это же он не знал, значит, в его представлении музыка была только то, что он знал, он не мог другими категориями, а музыка была вообще монофонной, то есть, одна мелодия, без всего, без всякого сопровождения аккомпанемента гармонического, они ее пели либо в унисон, либо в октаву, вот это то, что, о той музыке, которой говорит Пифагор, потом у них, значит, были эти семь ладов, и они знали, что в таком ладу, значит, надо о печали, в таком ладу, о радости, значит, у них было известно, какие чувства, какой лад передает, то есть, вот во время, поэтому говорить о Пифагоре сегодня, отрываясь от его времени, несерьезно, потому что Пифагор, эту музыку не знал, не мог о ней говорить, он говорил то, что он знал, поэтому, естественно, он больше изучал научную часть, вот вопросы там физических свойств звука, там, вибрации, прочих вещей, которые были ему ближе, поскольку там особой такой музыки, в том, что мы сегодня, там, симфонии Малера, он никогда не мог себе даже представить, или Брукнера симфонии, понимаете, это все очень достаточно широко и особенно разнообразно, поэтому оно не сужено. Я давала вот этих основных позиций, где без математики записать музыку нельзя, без пропорций записать музыку нельзя, но музыка имеет возможность и средства уйти от этого просто. Архитектура от этого уйти не может, потому что она физическая и материальная, а музыка не физическая, не материальная, она сыграли, и все, и нет ее. Поэтому я сегодня вам уже не могу предложить послушать эту симфонию Брукнера, пять минут, чтобы вы слушали. Значит, я могу только вам о ней рассказать, подготовить ваше восприятие и пожелать, чтобы вы ее послушали провождением, чтобы вы как бы имели представление, имели свое какое-то впечатление. Вопрос интерпретации зависит от исполнителя. Сколько исполнителей, столько интерпретаций. Поскольку даже если изучить замысел композитора, все равно даже этот замысел каждый исполнитель индивидуально воспринимает. Нет такого единого восприятия. Кстати, в Советском Союзе оно культивировалось. У нас была одна Ебаха, другие редакции, играть было нельзя. Была единая. Вот по ней, а как только я оттуда выехала, оказалось, что это вообще никуда не кризис. Надо было. У нас не было. Но поэтому Кузнецов пишет об Эйнштейне, а проверить он не мог. И совершенно ничего общего вообще, что Эйнштейн руководствовался архитектурным строением. Кстати, о вкусах Эйнштейна, Моцарта Бетховена, как и Гёте. Гёте не переносил музыку Бетховену, просто вот физически она ему была, ну, казалось, достаточно такой, слишком. Для него ушей тяжелые. Он предпочитал слушать музыку Моцарта. Вот Эйнштейн, он, скажем, Моцарта ставил выжить. Но это же не значит, что это объективно так. Это субъективно. Поэтому оно как бы не может быть утвердительным, оно может быть как вот в числе вариаций предполагаемых. И то, что ученые там изучают вопросы мозга, исполнителю это неинтересно. Потому что он играет не о том, что чувствует его мозг. Он играет о том, что он думает об этом сочинении, какие мысли его посещали, какую информацию он прочитал, что он видел. Поэтому музыканту обязательно надо ходить в музей, читать книги, слушать музыку других. То есть вот это вот обогащение знаниями, оно влияет на восприятие. Если какой-то музыкант, допустим, только играет день и ночь, даже по 24 часа, очень совершенно технически владеет инструментом, он в музыкальном отношении абсолютно бедный. По сравнению с тем музыкантом, который читает литературу, которая была в который ходит в музей, смотрит картины, которые вот тоже повлияли на каких-то композиторов или наоборот, мусоргский, не пошло на выставку Гартману, и не было бы у нас картинок с выставки вот так. Вот пошел на выставку, такое впечатление получил, что пришел и написал, и мы все что слушать, восторгаемся, что исполнять. Вот в этом основной смысл. Последний вопрос тоже очень краткий. Вы верите в Бога, то есть вы, это божественное, вы сказали, что музыкант это только тот, кто услышит музыку. Это что, откуда-то сверху приходит или нет? У меня наручное подтвердение нет, что я вам скажу. Это, поэтому я и говорю, что объяснить, объяснить. Это не важно. Я могу рассказать об этом, но и объяснить, как это происходит, нельзя. Скажем, вот верит человек в Бога или нет, то есть может быть верующий человек, но абсолютно не музыкальный. Это не... Это понятно. Спасибо. Я понял. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Сейчас посмотрим, есть ли еще вопросы. У кого еще есть вопросы, поднимите руку или подайте голос. Хорошо. Ну, вопросов больше нет. Тогда мы дадим возможность Людмиле... Лева хочет. Пожалуйста, Лева. Надо микрофон включить. Пожалуйста. Микрофон, Лева, надо включить сперва. Да. Пожалуйста. Ну, во-первых, я уже говорил вам спасибо. Вы подняли очень серьезную тему. Я, что касается... У нас вдруг, правда, сузилось до обсуждения музыки и так далее. Забыл о том, что доклад-то был музыка и архитектура. Вдруг забыли. Ну, музыку я люблю сказать. Я ее слушаю в разные моменты в своей жизни. Но сказать, что я ее знаю, на это я не решусь. А вот, что касается архитектуры, то я бы сказал, что это было моим хобби. Я не знаю, что бы я выбрал сейчас радиотехнику или архитектуру, если бы мне пришлось поступать в вуз. Поэтому я, что бы хотел сказать. Ну, во-первых, есть связь между архитектурой и музыкой, на мой взгляд, безусловно. Ну, давайте вспомним эту церквушку на Нерли. Ну, возникает ли у кого-то вопрос, кто там был, а я был там много раз при любой возможности, ну, что это музыка. У разных людей она разная. Музыка. У человека верующего это, конечно, подымает его вверх к Богу. А у человека, который не вер, у него другие вещи. Ну, это, конечно, музыка. Не случайно. Я вот поэтому там обратила ваше внимание, что классическая музыка, она выросла именно из лидургической музыки. Конечно. духовного начала. Я должен сказать, раз уж вы затруднете, продолжил это дело. У нас была учеба во время перестройки и так далее, повышения квалификации в комитете телевидения два года. Два года. Это было потрясающе. Академик Яшин во главе и все передовые ученые. А когда пришлось выбрать писать диплом, я им мгновенно сказал, я пишу диплом на какую же тему Спасова сейчас, чтобы, не дай бог, по Спаса Андроникову монастырь в Москве. Почему? Ну, понятно, почему-то, потому что там эта же церковь, это из той же редкостной серии. Не буду на это тратить время, и потому что с ним связывает Андрея Рублева, якобы, он там захоронен. А дальше это получилось уже совсем неожиданное, это прям по теме, когда выделили лучшие дипломы на Всероссийскую конференцию, а там оказались не только профессора в новый Данилов монастырь, но еще и двух студентов за вот эти работы. Когда только он образовался в Данилов монастыре. Ну, понимаете, теперь по существу, это как бы уж навеянное воспоминание, а вот по существу. Вот смотрите, на мой взгляд, согласитесь вы или нет, что в русской архитектуре и отражение. Что на Руси великое? Вот правильно делал замечание значит по поводу Ленинграда, но Ленинград это же крупица не исходная. Это не русская, это не русская. Это великая архитектура и прочее, но не исходная. Не русская. Вот что дело. А что было в исходной русской? Ну, прежде всего религиозное здание. Если бы я мог воспроизвести слайды по стране, по России, которую я привез, но нет теперь этого оборудования, это сказка. Вот это сказка. Почему? Потому что каждая архитектурная, она подчиняется определенным требованиям, но она всегда индивидуальная. А как она поставлена на горке где-нибудь? Какое освещение и так далее? Ну, конечно, это прямая связь, но другие выражения. Связь я вижу в том, что я уже сказал, я повторяться не буду. А вот, ну, конечно, дворцы. И тогда уже включается архитектура и Ленинграда, и вокруг Ленинграда. Беззловно великая, но неисходно русская. Вот. Теперь вы вот некоторые идеи высказали, с которыми как-то не тянет соглашаться. Вот идея огня, пламени в архитектуре Европы. Где я был? Я не сказала. А может, я неправильно воспринял? Да, неправильно воспринял. Я этого не сказала. Значит, вопрос огня ограничен. Прежде вопрос огня ограничен. В живописи Павлова шесть полотен и симфонии Прометей композитора Скрябина. Больше нигде я об огне не говорила, кроме того, что есть стиль. Он называется флам Боян, то есть пламенеющая готика. Пламенеющая готика была создана во Франции в виде вот этих витражей. И это так называется пламенеющая готика. Также я вам показала изображение оконного орнамента, который орнамент напоминает языки пламени. Это эстетика стилистики пламенеющая готика. То есть это официальная стилистика французской архитектуры. Я тут должен перед вами измениться, потому что у меня в понедельник раз в полтора месяца колют в глаза тяжелые первые. Один день не вижу, а в этот раз сделали за многие годы два дня не вижу. Я не имел возможности все с листа. Поэтому я извиняюсь. Ничего, ничего. Я не уловил какие-то оттенки. Я это учитываю и с удовольствием отвечу, чтобы уточнить, чтобы у вас не было такого рода представления. Я понял ваше уточнение, да. Теперь насчет вы говорили архитектуры зданий, но архитектура церквей она не такая. Я не говорила об архитектуре церквей вообще. То есть у меня архитектуры церквей нет. У меня есть перекресток. Я еще раз обращаю ваше внимание, что я стою на перекрестке двух искусств. Я не перехожу не в сторону архитектуры, поскольку я не архитектор и я не имею возможности вам демонстрировать музыку, потому что много времени отнимать, просто сидеть и слушать. два слова по этому поводу. Там, где ставился крест, это же выдох. Это не моя тема. Да, все. Я прошу, это не по моей теме, поэтому я... Закачиваем. А вот скажите, пожалуйста, этот вопрос, но он имеет прямое отношение, я уже не хотел... А вот в Москве, это сити город, город сити, как он вписывается в архитектуру Москвы? Что? Ну, вот эти громадные здания. А, вы знаете, я вам так скажу, это тоже, это тоже, то, что я вам, я там об этом тоже рассказала. Значит, рассказ мой заключался в том, что в 20 веке образовалась конфликтная ситуация как в среде архитекторов, так и в среде музыкантов. Она свидетельствовалась на том, что они требовали прогресса. То есть, вот это политическое давление, это то, о чем я говорила. Значит, согласно давлению политического, вы даже себе не представляете, какими категориями там разговаривают, что, скажем, дворец это символ монархии, для социалистического города этого символа быть не должно, это символ монархии. Понимаете, там говорят абсурдные вещи совершенно. Я в своей лекции подобных вещей не обсуждаю, потому что для меня они произведения искусства, они являются политическими символами. Значит, если кто-то это рассматривает как политический символ, это не про меня. Для меня это произведение искусства, я о нем говорю как произведение искусства. А так, это первое, что я хотела сказать. Второе, вот это разделение на то, что сохранять старые памятники, и, кстати, в Москве это очень болезненная тема, очень болезненная, потому что есть как сторонники того, чтобы сохранять ценные исторические памятники и тратить средства на то, чтобы они продолжали свою жизнь, так и противники, которые считают, не надо на это тратить деньги, надо продолжать урбаническое развитие города. И этот вопрос, поскольку он имеет два абсолютно противоложных решения, они так и происходят. Значит, где-то что-то успели сломать, где-то что-то успели сохранить. Китай город сломали. Я говорю об искусстве, а это не моей профессии. Это архитектура да какая. Я говорю только о том, что происходит. Вот это то, что происходит. И тем не менее удалось многое сохранить. Я даже знаю этих архитекторов. Было много вот этих и съездов, и конференций по поводу объектов, которые сохранили. И их сохранили. Но не все иногда приходили и успевали каким-то образом сломать до того, как это успели как-то закрепить. Поэтому это процесс вне. Это я вам говорю как бы сверх поскольку я общалась с людьми. Спасибо большое за интересные очень сообщения. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Так. Сейчас. Секундочку. А выступление выступать, если можно, то тогда я поднимаю руку. Хорошо. Сейчас я проверю, есть кто-то или кто-то еще. Так. Ну, вроде никого нету. Борис, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, как бы с завершением нашего с вами сегодня разговора. Я чрезвычайно вам благодарен и думаю, что все так же отнесутся, что мы пообщались с убежденным, это очень важно, глубоко знающим, имеющим колоссальный бэкграунд человека. Спасибо за разговор. Больше всего я вас благодарю за разговор. не за доклад, он немножко мне показалось, вы хотели и побольше рассказать, и вот главное гнить, как бы она была произнесена в конце. Я, вы, пожалуйста, не обижайтесь, мы собрались здесь для того, чтобы понять и послушать вас, и если что-то мы задаем, не воспринимаем, задаем и говорим что-то про принимайте это как какое-нибудь желание вас подпузмить. Значит, я хочу обратить ваше внимание, что я очень поэтому я и с удовольствием пришла вот сегодня с докладом, я очень ценю вот именно что люди внимательно слушают и что если они какие-то имеют вопросы или их что-то беспокоит и они хотят это обсудить то я поскольку я человек искусства то для меня эти обсуждения тоже представляют ценность. Что касается моего доклада я, конечно, понимаю он очень сложный потому что вот это соединение музыки и архитектуры даже музыкантам очень сложно потому что это упирается в масштабы знаний. Вот мне помогло то, что я потратила очень много времени на то чтобы изучить вот этот весь материал и чтобы владеть как произошли процессы где архитектура повлияла на музыку и музыка в свою очередь повлияла на архитектуру и это очень для меня был такой важный вопрос для как музыканты и исполнители потому что я считаю что мы имеем дело с музыкальными формами и понимание их структуры без архитектуры невозможно поэтому это очень важно понимать стилистику архитектуры историю архитектуры и каким образом но опять же вам как людям науки я хочу заметить что музыка основываясь на математических принципах пропорций строится не на принципах математического так бы ряда который переходит в звук музыка это то что слышит композитор который ни какому объяснению не поддается мы не можем объяснить когда какой-то человек которого потом мы знаем как Чайковский или Рахманинов или целый ряд великих становится композитор они слышат ту музыку которая не похожа ни на какую другую это талант он не объясняется никто не может объяснить уже изучали мозг всех великих и композиторов и ученых обычно сейчас это особенно практикуется поскольку есть на этой возможности техники никто не может даже на основании научных каких-либо исследователей делать обобщающие выводы потому что одна какая-то голова настолько отличается от другой что потом не получается в результате то же самое как с золотым сечением как я сказала в золотое сечение в архитектуре абсолютная точная цифра в музыке она не присутствует это уже было сделано исследование где-то она случайно может совпасть а в большинстве случаев не совпадает при этом это гениальнейшее творение музыкального искусства не будучи написанной в математическом плане в золотом сечении спасибо но можно я продолжу продолжу я все же хотел изложить и свою концепцию того о чем вы говорили я мне очень понравилось вот разговаривать но с рядом ваших вещей я ну как бы я понял вот вашу концепцию как мне кажется ну не до конца но в той мере в какой это возможно я это допускаю вы знаете но ваша концепция очень очень хорошо нацелена то есть цель ее идеальна и поэтому мне хотелось бы просто высказать свои соображения куда бы как бы вам двигаться вот Леля уже сказал но я тоже об этом хочу предметно сказать я хочу рассказать о коровах извините и музыке коровы любят музыку я видел эксперимент проведенной прямо пока заснятой я очень извиняю какое это отношение имеет к моей лекции я принимаю беседу и обсуждение только в рамках лекции пока вы меня спрашивали по поводу что-то вам не понятно но у меня коровы не упоминались в лекции хорошо но музыку давайте давайте все-таки хорошо давайте другое другой пример музыка давайте придерживаться пересечения двух искусств архитектура и музыка если у вас есть вопросы по концепции вашей можно я продолжу все же значит другой пример коров оставили хоть они дают удой молока у них коровы это не по моему ну да понятно закрыли вопрос с коровами есть вы наверное знаете вот есть фонтаны музыкальные музыка фонтаны которые движутся с различными скоростями я вам на это сразу отвечу вот смотрите вот вы опять вот это очень важный момент где я об этом говорила значит есть то что музыка городов называют вот музыка городов это поющие фонтаны это и есть музыка города но например есть композитор итальянский Респиги который сочинял музыку то есть у него не фонтаны поющие а у него музыка а том как бы фонтаны могли бы петь вот это есть музыка вот это разница значит вот это есть так сказать такое городское архитектурное некое визуальное музыкальное изображение а есть сочинение музыкальное которое сочинил композитор которое так и называется поющим то есть это совершенно обратный процесс это не реально поющий фонтан, а это как бы воображаемые, сделанные музыкальными средствами. То есть это образ, это не реально поющий фонтан, а это некое представление образное композитора, как бы звучали эти фонтаны. Если вы хотите, я вам могу сделать лекцию на тему изобразительного в музыке. Вот есть понятие такое, музыка, изобразительная часть музыки. Где там, посвящено птицам, там есть, у Рамо есть пьеса «Курица» называется. Понимаете? Есть это в музыке, называется изобразительная часть музыки, а это не значит, что он подражает звучание там курицы, а это какое-то впечатление, которое на него оставило звучание этих птиц. Есть произведение, называется «Птицы». Очень много произведений, есть композитор Мессиан, который посвятил этому огромное количество произведений, навеянных пением птиц. Он еще любил пение птиц. Но он не подражал звучание птиц. Было некое философское восприятие пения птиц, а не подражание птиц. Вот этим отличается искусство от науки. Что искусство – это образ, который представляется в воображении художника. Поэтому я хотела бы оставаться в рамках этой темы, поскольку это является наиболее легче. Но когда переходишь к концепции, это вы, значит, пытаетесь внедрить науку в ваш образ мысли. То есть вы систематизируете ваше знание. Это уже вы начинаете заниматься наукой. Спасибо. У меня нет больше ни вопросов, ни выступлений. Спасибо большое вам. И если вы у нас еще что-то выступите и расскажете, было бы очень здорово. Я всегда рада. Об абстрактной живописи, например. Пожалуйста. Значит, я представила в этом году семь разных лекций. Я очень рада, что вы выбрали эту. Она самая сложная. Она самая сложная, потому что она требует знаний и архитектуры, и музыки. Но я сделала ее не такой... Вам показалось, она вот даже сложной, но я сделала ее элементарно возможной для того, чтобы ее и визуализировать, как бы поддержать ваше представление. У меня практически очень много есть предложений с лекцией, потому что я и статьи пишу очень много. Поэтому, пожалуйста, если вас что-то заинтересует... Во-первых, вот есть семь этих тем, которые я послала Лили. Да. Которые... Спасибо большое. Я сказала, что мы выбрали самую сложную. Вы выбрали самую сложную. Но она тоже у меня присутствует. Я ей посвятила очень много работ на статей. Она для меня профессиональна. Но есть у меня статьи были общие. Очень много разных тем. Пожалуйста, если вас это интересует, то вы можете со мной связаться, и я с удовольствием с вами встретлюсь. Мне очень нравится ваша группа, и мне нравится, как вы задаете вопрос. Вы внимательно слушаете, и вы говорите совершенно правильные вещи. И как раз мне очень приятно, что я имею дело с людьми знающими. Я могу вам дополнить ваши знания уже как музыкант. Наши счастья. Спасибо. Все. Виталий, дальше. Хорошо, спасибо. Так, ну, что вообще, я не вижу. Можно мне, Виталий? Пожалуйста, Соня, пожалуйста. Людмила, будьте добры, поясните мне, пожалуйста, Вы говорили о музыке, значит, употребляя слово генетика, генетически пошла так. Это как метафора, потому что тут речь идет о преемственности, о генетике. Отличный вопрос. Я даже удивилась, что до сих пор никто не отреагировал. Вы единственные, которые на это отреагировали. Значит, генетика в искусстве выражена, это, конечно, метафора, безусловно. Но эта метафора, она имеет под собой очень серьезную причину, основание свое. В чем заключается? Вот точно так же, как человек наследует или растение, или животное, наследует какие-то черты, но при этом уже это другое какое-то индивидуум. Правильно? Значит, как бы мы сохраняем свою индивидуальность, но в нас заложены какие-то генетические черты наших предков. Иногда даже столь дальних, что мы даже их не знаем. Так вот, в искусстве именно это происходит как в архитектуре, так и в музыке. То есть, например, для Парижа есть, для архитектуры Парижа, есть определенные элементы, которые отличают архитектуру Парижа от других городов. Да. И вот если строить... То есть, основная задача, вот ценная задача, заключается в том, чтобы, создавая новые архитектурные здания, сохранять вот этот элемент, чтобы его присутствие, оно продолжало генетику. Тогда это будет действительно современное здание, которое не разрушает вот лицо города, его определенные черты. Это то, что называется генетикой. Это традиция. Да. Например, это даже не традиция, это конкретный физический, материальный элемент. Например, в музыке, допустим, XIX века, в начале, для развития музыкального, вот любое развитие без генетики невозможно. Вот в чем дело. Понимаете? Вот если вам надо что-то развить, то без генетики какие-то образы... Это никак. То есть, если, например, композитор, вот только во времена XVIII века была создана крупная музыкальная форма. Она была создана за счет чего? Что-то же должно было произойти? Вот архитектура способствовала этому развитию. Когда стали строить здания ансамблем, то есть появились ансамблевые здания, например, церковь, там какое-то административное здание, но они архитектурно образовывали ансамбль. И вот это вот визуальное воплощение идеи, что вот эти построения, они не просто там стоят, как попало, а они каким-то образом организованы, либо симметричны, либо какими-то своими повторяемыми элементами, образующими какие-то архитектонику вот этого ансамбля. Она, безусловно, оказала впечатление на Гайдна и его последователей, потому что вот Вена строилась именно таким образом. Они обнаружили вот эти древние греческие, римские раскопки, вот это их совершенно вдохновило, и началось вот это строительство Вены по этому образцу. Поэтому оно называется классицизм, потому что, как я сказала, для архитектуры это неоклассицизм, потому что греки создали первый классицизм. А вот эти раскопки, они вдохновили на то, что уже стали как бы на другом уже историческом уровне, вот это называется генетика. Вот раскопали греческие храмы, их колонны, их арки, и стали строить уже в XVIII веке современные здания, а они содержат вот эти арки, вот эти колонны, вот это и есть генетика. То есть перенос какого-то элемента из одного времени в другое. Но это здание, оно уже новое, безусловно, и построено в современном уже мире, но оно содержит в себе вот этот, так называемый, генетический код. Вот и поэтому мы, например, в любом городе в Америке, вот самом крошечном, мы увидим, допустим, почтовое отделение, оно будет классическое, потому что они когда приехали вот эти сюда первые, они строили то, что они видели, понимаете? Они строили то, что они видели, вот то, что они привезли, то, что они знали. Вот они строили эти классические греческие, римские колонны. Поэтому вот издания, вот они содержат эти арки, симметричные и так далее. В музыке генетика проявляется таким вот путем. Вот если вы хоть элементарно, допустим, легче всего проследить это в опере. Допустим, в Увертюре появляются все темы, которые потом будут петь эти герои. И вот когда какой-то элемент этой мелодии, вот какое-то маленькое звучание какое-то, которое мы напеваем, оно начинает звучать в течение этого произведения в каких-то других местах. Это и есть генетическое произведение темы. То есть взятие какого-то элемента и помещение его в какое-то другое место. Но оно узнаваемо. Самое главное, это должна быть узнаваемость этого элемента. Он не должен быть чужеродным. То есть если он чужеродный, это уже не генетика. Генетика – это узнаваемость. То есть этот термин генетика принятый мысль. Безусловно, вы правы, это метафора, конечно, метафора. И еще у меня второй вопрос. Вот когда вы говорите, что мы идем на оперу, и мы должны, конечно, быть подготовлены. Потому что опера – это не только музыка, это еще текст, смысл. И, конечно, обязательно надо знать смысл, чтобы этот текст был воплощен в музыке. Чтобы ее понять, надо почитать текст. Но ведь, допустим, ведь все зависит, наверное, еще от твоих знаний, от твоего образования. Вот, допустим, я всегда сожалею, что немножко меня научили понимать там поэзию, литературу, немножко научили понимать художников где-то, в школе еще, допустим. Но меня совсем не научили понимать архитектуру. Поэтому это всегда, я считаю, что это ущербность какая-то моя. Я вас могу обрадовать. И я просто... Вы можете это в любой момент компенсировать. Понятно, это можно попомнить. Но я вот просто о чем говорю, что, допустим, для того, чтобы слушать третий концерт Рахманинова, может быть, хорошо сначала узнать, о чем он пишет. То есть, чтобы мне это рассказали, чтобы я восприняла это как то, что хотела сказать Рахманинова и поняла. Но если я не прочитала заранее о нем, а я послушала эту музыку, и она мне ложится на мое, на мою жизнь, на мое, так сказать, отношение ко всему, на мои события, в конце концов. Понимаете? То есть она как бы существует, эта музыка отдельно от литературы. Я потом, если хочу узнать точно, что захотел композитор, я прочту все. Но музыка как бы отдельная от литературы и искусства. Нет, музыка, я еще раз повторяю, значит, музыка, связанная с литературой, относится к XIX веку. Это романтизм. Значит, музыка имеет стили, классическая музыка, она имеет стиль барокко. Это вот то, что я сказала, с 1600-го до 1750-го, после смерти Баха и Гендера, начался плавный переход от барокко. Это классика. Потом классика уже, вот в XVIII веке она начала постепенно, вот Бетховен уже ушел, это начало XIX века, уже постепенно романтизм. Так вот, перекод от одного стиля к другому, естественно, происходил, ну, за счет чего-то, что-то надо было поменять, чтобы, то есть интересы, вот как, поэтому я и стала изучать город, потому что вот именно развитие города, это, собственно, я, я как музыкант, то есть мне, конечно, надо иметь представление о каких-то архитектурных построениях, потому что музыка-то не только тактовые черточки рисует, она мне здания там никакие не выстоит, я должна знать, откуда это пришло, но все заключается в том, что вот этот вот переход из одного стиля в другой, он обусловливает особенности этого стиля. Вот XIX век, особенно вот уже вторая его четверть, потому что Бетховен, вот это уже где-то переходный период, это уже романтики, вот романтики, это там Шопен, Лист, Мендельсон, вот и следующие композиторы за ними, там уже и Берлиос, и Вагнер, и русские композиторы, Чайковские и так далее, они, безусловно, вот романтики, они из внешней среды было настолько аккуратно, вот примерно не лучше, чем у нас сейчас. Вот это когда, почему возникло, собственно, вот воин было так много, и этих революций кровавых, что уже люди, вот эту вот окружающую среду, ну вы посмотрите, в каких условиях жил, вот я говорю, это тема лекции, вот Гайден жил в дворце Истергази, это же божественная красота, вот он там жил, там сочинял музыку, что его вдохновило, вот эта красота, которая его окружала. А когда люди стали жить уже, так сказать, вот как мы живем, в зданиях, не в дворцах, а вот в обыкновенных жилищах вот таких вот, уже социальных, то они видели их, свою окружающую, вокруг них жизнь весьма непривлекательную, уже не дворцовую, а вот такую уличную, со всеми вытекающими обстоятельствами. Ну что-то надо было найти, что вдохновляло, потому что окружающий мир не вдохновлял, он был неприятный, некрасивый. И вот люди, за счет обращения к поэзии, к литературе, они искали там вдохновение, это им помогало вдохновляться, чтобы уйти от окружающей их действительности. И поэтому романтизм это такая вот именно форма существования вот в искусстве, которая вот уход от реальности в мир, поэзии, литературы, живописи и так далее. Вот это то, что вдохновляло, потому что оно не отражалось. Они там больше о любви, они пытались уйти в те сферы, которые помогали им пережить реальную жизнь. Потому что весь XIX век сплошное кровопролитие. Сплошное кровопролитие. Я говорю про 20. Поэтому вот говорить о том, что там музыка должна отражать действительность, но никакой композитор вот это вот отражение никогда не... А вот когда насильство начинается отражение, то, естественно, страдает качество произведения. Есть, конечно, и исключительные, но это должно быть как бы естественное выражение композитора. Если ему хочется рассказать, что его беспокоит. Были композиторы-веристы в Италии. Они рассказывали о чувствах, которые вот реальные, не какие-то там придуманные, там вели, как Петрарко сочинял про любовь, которая несуществующая. А вот они хотели про любовь со всеми этими пережитками, страданиями, препятствиями и так далее. Вот они сочиняли. Но это не то, что им кто-то там насильно велел, что давайте вы жизнь отражаете. А вот этот вот социалистический реализм, это уже было насилие над композитами. То есть вот эта вот стилистика, она исходит из различных факторов. Когда композиторы сами выбирали себе объекты, вдохновение, это все образы. Еще раз, искусство – это образы, это не реальность, и это не природа. Это образы какие-то, которые, естественно, видены, существуют, но они уже в искусстве приобретают характер того, который художник их ощущал. А художник никогда не может быть объективным, как лично всегда, субъективным. А то, что вы там, ущербности никакой нет. Любое, так сказать, время жизни не поздно изучать искусство. Вот сейчас, давайте как раз сегодняшнего дня я просто хотела сказать, что в основе восприятия все-таки для жизни. И спасибо вам за ответ, он гораздо шире моего. Я вам так скажу, что в отношении третьего концерта Рахмалина можно слушать все, что угодно. Если вы не читали, то вы получите очень поверхностное эмоциональное. Ну, как говорила моя коллега, она сказала, мы считаем, что иголкой кольнули. Вот на таком уровне. Вот с вас иголкой кольнули. Вы сказали, ой, а вот длительного вот этого переживания, которое надо пережить вместе с композитором, оно еще зависит от исполнителя. Например, вот когда вы больше знаете, вам есть с чем сравнить. Вы можете сказать, ой, этот исполнитель играл, одни ноты играл, ничего мне не рассказал. Понимаете? А на другого вы пойдете исполнителя, и вы сразу почувствуете разницу. Да, вот здесь. Тогда вы начнете, раз вы по-другому подготовлены, то вы по-другому уже и исполнители воспринимаете, какие вам больше нравятся, какие вам меньше нравятся. кто вам как бы сумел вот это рассказать, что вы ожидали, или кто не справился, вот скажем, сам не читал. Иногда исполнители сегодняшние в такой массе, не все они, естественно, в достаточной степени подготовлены, они технически совершенны, но в плане образовательном не обязательно. есть, но не все. Почему мы восхищаемся, откуда вот эти великие гильдсы, откуда вот гильдс великие, потому что это не просто вердозное исполнение, это глубочайшее знание и проникновение в само сочинение, в его автора и устремление в глубину того, что там происходит. Поэтому он великий, и сегодня великий, и будет всегда великий. Хотя многие молодые играют еще быстрее, чем гильдс. Но мы же не пояс сравним или самолет, кто быстрее. Вот в этом суть искусства, что мы не сравним, кто быстрее, кто выше, кто лучше. Мы это переживаем каждый раз заново. Спасибо. Пожалуйста. Хорошо, спасибо. Виталик, бобец поднимал руку. Ирюня, Пора заканчивать. Сейчас, Леня поднимал. Леня, пожалуйста, микрофон нужно включить. Микрофон. Он вообще-то предлагает давать лекцию лучше еще одну. Потому что... Сейчас, Леня, 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 пожалуйста, пожалуйста. А сейчас, Леня, Леня, включи свой микрофон, пожалуйста. Нет, он выключен. Леня, микрофон выключен. Мы ничего не слышим. Мы ничего не слышим. Включил. Хотелось бы вам прочитать то, что я когда-то писал. Мне кажется, это квинтэссенция музыкальная. Называется «Звуки музыки». Звуки, отдаляясь, исчезают, сверкая россыпью зорниц. То затихая, то взлетая, то шепотом клоняться ниц. Тревожно звуки порождают раздумья, одиночество, тоску. То вдруг все на пути сметая, поют гимрадости творцу. Музыка вторит настроению, нам дарит звука красоту, вплетая духа восхождение на интеллекта высоту. Мелодии нас увлекают, мурашки гонят по спине. И жало музыки вонзает в ушующие страсти на земле. И в искрометном танце или в пене нам музыка звучит с рождения. Нам от колыбели до могилы поют молитвы строгие раввины. Без музыки земля б застыла, осиротевший мир поник. А жизнь нам никогда бы не простила ей нанесенных тишиной обид. Отлично. Чудесно. Спасибо. Очень эмоционально. Я думаю, это было бы, наверное, ну, как вам сказать, уместно вспомнить то, что писалось когда-то о музыке. На музыке, вы знаете, есть отдельная тема, очень хорошая. Вот поэзия в музыке – это бесконечная тема, огромная. Потому что музыка – такая вещь, которая действительно эмоционально оказывает на человека огромное впечатление. Те, кто ее слушает, они, безусловно, продлевают свою жизнь. Потому что это ту энергетику, которую они получают, она как бы дополняет ту, которую они теряют. Музыка – это огромное влияние именно энергии. Вот люди думают, что это там эмоции, но это в основном энергия. И хорошая музыка – это заряд хорошей энергии, который вот дает человеку действительно состояние, что он выходит из концертного зала на полном таком подъеме, ему кажется, что он зарядился. Вот это показатель хорошей музыки, когда человек выходит в таком приподнятом состоянии, а не сонном. Спасибо. Спасибо. Что, похоже, все уже вопросы заданы и комментарии тоже. Если Людмила хочет в конце заключить на слово, какое-то сказать, пожалуйста. Да, я практически его сказала. Оно заключается в том, что я очень благодарна слушателям, уже вот вторая моя лекция. И мне очень приятно именно вот эта часть тоже, не только что моя лекторская, но и ваше участие. И оно очень действительно меня как бы тоже вдохновляет, потому что что-то вас зацепило, что-то вы согласны, не согласны. И вот эти обсуждения, они тоже очень важны. Я им придаю огромное значение и считаю, что вы прекрасные собеседники в этом плане. Спасибо и вам, как аудитории. Спасибо большое. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо всем. Спасибо всем. Главное, вот, будьте всем здоровы. Спасибо. Спасибо. И то же самое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.